привет друзья мы продолжаем вернее наш сегодняшний разговор продолжение вчерашней трансляции мы с ростиславом шапошников шапошников привет привет очень внимательно прочитали ваши комментарии конечно очень много набежала ботов понаписывала разные глупости пошлости разных разных явно было агрессии много в нашу сторону а вот еще раз для особо одаренных хочу повторить мы не снимаем где-то в каких-то элитных местах мы не снимаем какие-то элитные поселки родителей олигархов мы снимаем обычных американцев обычный район мы снимаем обычные районы где живут обычные американцы обычная привет привет обычные пенсионеры здесь таких маленьких поселочков в комьюнити 100 тысяч я не знаю миллионы 100 тысяч может быть и больше вот поэтому ничего такого сверхъестественного для америки мы вчера не показали мы показали обычную жизнь обычных американских пенсионерах человек который просто работал там в магазине там работал где-нибудь на предприятии работал где-нибудь на заводе или работал там фермером да вот он пенсионер он вышел на пенсию него есть там машина который он себе хочет водить там лексус ауди там не знаю шевроле там бмб кондо и у него есть домик да и он там живет проводит свою старость это обычная как бы жизнь причем далеко не самая богатая есть гораздо богаче мы можем этим реально элитный район но тогда вы будете просто там вас кровь из вас пойдет нет я не не хочу такое как бы этот уже фильм ужасов я думаю что не нужно элитные районы растислава показывать потому что в украине повысится повысится сердечные приступы не будет хватать до сердечные приступы мы не не хотим ни в коем случае мы очень уважаем так сказать ваше право находиться в неведении если есть такие пожалуйста пожалуйста вы можете пребывать в этом я я люблю порошенко ничего не вижу мы сейчас едем по трассе сейчас я переведу вы можете любить порошенко перевести камеру мы едем на океан в тампу на мексиканский залив мы хотим посмотреть как живут пенсионеры в тампе хочу посмотреть как живут пенсионеры в тампе где-то в Санкт-Петербурге мы будем в Санкт-Петербурге то есть мы хотим посмотреть то помережье Флориды со стороны мексиканского залива и соответственно вот покажем вам легкий стрим легкий стрим дабы не нервировать украинцев население Украины американской роскошной жизнью потому что пишут вас она обычная там же пишут что вот в Америке так все плохо там людей постоянно выгоняют из домов там просто какой-то кошмар ну не знаю вот знаете люди пишут реально такую чушь да просто невероятную чушь ну приезжайте в Штаты заходите к людям пообщайтесь да часто ли вас выгоняют со своего жилья да часто вы там на улице мусорникам находите там какую-то еду как знаешь в Украине в России как в раз собой да там на срочку и в мусорниках копошатся собирают еду часто вы в Америке люди так по мусорникам собирают еду то есть ну просто задать банальный вопрос и дать потом расклад дать видео если вы действительно правы то это подтвердится если нет то покажите праву да обратите внимание какие дороги да ровненькие как все приятно какие мостики строят и поверьте это не те кашторес и не те суммы за которые Виталий Кличко собирается провести реконструкцию Шулявского вот этот вот Монмост Шулявский мост да который можно было построить там за месяц да вот таких мостов здесь миллиарды да ну в среднем строят месяц там до полугода это максимум огромные развязки вот ну почему-то в Украине это все затягивается на годы и разворовывается в огромных количествах бюджетные деньги которые ну вы за счет которые собирались вами в бюджет и за счет вас за счет ваших налогов я сейчас переключу наверное да назад верну трансляцию чтобы нас видели вы знаете я вам хочу сказать что смешно читать комментарии которые пишут в которых пишут всякие гадости о Ростиславе и обо мне вот потому что ну когда кто-то где-то допустит это даже вот пусть ну ведь за каждым годом сидит какой-то человек который это все печатает да ну пусть у него там 10 аккаунтов там 20-30 я не знаю ну что-то в голове у него должно быть но нельзя же быть абсолютно зазомбированным или откровенным идиотом да и настолько писать такие глупости абсолютно не суразицу так вот я хочу сказать что легко платить людям зарплату 800 гривен да ну там пусть даже 200 долларов да 5000 гривен и входить в списки форбс ведь почему-то никто из нас жители украины не задал себе вопрос почему мы это позволили почему у нас как грибы украине растут мультимиллионеры да и просто миллионеры и почему никто не задал вопрос почему такие нищенские заработные платы почему даже бабушка проработав в колхозе в долгих там 20-30 лет уходит на пенсию привет привет и получает заработную плату в размере вере пенсию в размере 800 гривен да остальное за ее пай который арендует фермер ей выплачивать зерно да и часто и вообще не выплачивает потому что фактически не работает право не защищает свой народ перед олигархами абсолютно верно государство не не намерено защищать украинцев перед послушай ну а каких олигарх если на бытовом уровне она не заинтересована защищать если любой чинуша получив взятку может эту бабушку отфутболить да она правда искать не пойдет что она будет понимать куда бы она не пришла и везде закроет рот и просто с ним по звезды расправятся бессмысленно просто не будет жаловаться потому что нет права нету закона нет нет вообще ничего здесь просто бесправный бесправный раб который должен работать там за 200 долларов в месяц а в принципе 100 долларов и то и 50 долларов в месяц это это при хороших раскладах это фактически узаконенное рабство да рабство просто на территории советского союза старой территории советского союза фактически узаконено рабство и при этом весь мир на это смотрит и никакой образом не реагирует на всех этих чинушек ставших миллионерами носить их чинушку которых жены становятся мульти миллионерами настолько успешные дамы что вот до того момента пока он не стал политиком или он не стал чиновником они жили скромно где-то там у себя будем так говорить где-то там в Бертичеве или где-то еще и тут резко им поперло да резко они выиграют лотерею резко они выигрывают какие-то там получают какие-то преференции земли становятся магнатами и никто не реагирует и почему-то простой человек не может никогда так выиграть а вот только выигрывают сюда депутаты да чинушек а из голубых экранов вам по телеканалам будут говорить что вот антикоррупционеры для того чтобы контролировать власть входят в новые проекты под названием новые люди новые украина новые люди новые лица новые б б и новые лица я не знаю как их назвать еще при этом фактическими спонсорами являются пенчуги левочкины фирташи метавы и кто-то сейчас светло войске и все остальные двум богам служить нельзя господа двум богам служить нельзя поэтому знаете вот эти оправдания по поводу того что мы должны туда войти антикоррупционеры на мы должны это что профессия антикоррупционера объясните мне профессия патриот профессия антикоррупционер ребята что происходит вообще покажем как приедем сейчас заедем в тампу там там просто ждешь я тоже посмотрите что происходит сейчас скажу что в америке огромные пробки поэтому тут жить токсично вы знаете сегодня уникальный такой случай произошел до переключили уже переключили послушали переключили значит смотрите ребят сегодня уникальный случай произошел я ехал со стиславом мы ехали в машине и я задал ему вопрос говорю а где как бы машиной отечественного производства он говорит вот они будут все отечественного производства то есть америка защищает отечественного производителя я говорю а где таврии где ланосы но я не знаю ну черри наконец концом я видишь меня же обвинили в том что я езжу на бляхах да или или саньон крыменчуцкой сборки я же езжу на бляхах получается американских номера не украинские а с бляхами эти да знаете еще такой интересный случай произошел хотим вам рассказать ростиславу кто-то поставил упрек что я езжу на бляхах да кто-то в комментариях поставил упрек написал что шо ты типа ездишь на бляхах сам уже на украинской регистрации да тоже на украинской заплати налоги есть на украинской регистрации но ростислав говорит ну да хорошо я так что мне снять американские бляхи американские номера и поставить украинские я говорю давай останавливаем сейчас американцы и будем заставлять его попросить его чтобы он оплатил в украине налоги шутка до перешел на украинскую регистрацию ученик шулявские шлявская развязка будет шлявская развязка мы сейчас проезжая чудо я досмотрите уже в реале пока что вам показывает только вертия это в реале червяки пишут я киев дядька все туристы там по там по да мы в тампе мы в тампе так досить писать брут пишут люди ризные ну я не знаю не сенитницы пишут щось там незрозуміле что едут американцы да я не американец я украина ты мне что ты едешь в америку я скажешь про в украину рассказы про америка а я вам скажу я не знаю ну что тут ну что тут я дуже враженный мені дуже все подобается че украинскую мову ну че украинскую мову розмовляю з вами украинскую але справа в тому що ростислава дивиться не тільки украинцы американцы и американцы которые понимают англійську или российскую и поэтому понимаете мы переходим на российскую потому что вот самое он сейчас делает все свои репортажи именно для американцев потому что он пытается донести до видов американцев и тех кто поехал из украины в том числе в том поехал еще в 90-е 80-е и тут же проживает и вважает что порошенко найкращий президент вот и вон и на жаль бага ну багато из них на жаль не разговаривают украинской и тому мы и тому мы нарушил пдд пишут да что теперь будет меня я должна арестовать так вы пропонуете чтобы россии ростика зараз побили уже затримали побила наша полиция сейчас этот выбегает этот украинский патруль не такой цвестит кричит и начинает его бить да да и начинает его бить да они российскую розумеют саме дейсно они розумеют российскую тих то поехали еще в 80-е в 90-е вон и он не нагрелся надеюсь да он работает ростислав работает в сша никаких грантов мы не получаем не пишите чушь вот и сумасшедшие не пишите чушь мы абсолютно мы вот который раз вам говорим не пишите чушь все там кто вами управляет кто вам дает команды не пишите чушь все все раба ростик работает ростик сервале я не приехал все легально работают да он он легализовался у него все на законных основаниях поэтому никаких и все все что он зарабатывает он вкладывает свою деятельность свою борьбу поэтому на не все же зарабатывать часть часть того что зарабатывает и фактически ему никто не помогает и это как бы это это уже как бы не доказано 150 раз не доказано обратно да сколько градусов за бортом спрашиваю ну я не знаю где-то по 30 наверно ну где-то около 30 вот вот видите да вот такая вот история да жарковато знаете мне особенно нравится но вот тебе там по ты спрашивал за там да класс вот это там три там покомментирую что ты видишь как тебе город ну что вижу он человек живет видишь типичный американец вот а давай потом пока потом покажем порошенко вот порошенко ские боты смотрите вот видите бомжа сняли американского они тоже есть да вот типичный американский у него футболка от левайса да у него у него футболка левайса джинсы левайс здесь даже бомж ходит в левайсе вот вам манго папайя авокадо инжир ямазы на сезон чего слик друзья все целый год все есть а вот 86 по фаренгейту сейчас так ребят все есть здесь магазина все есть все доступно помощь любую ты можешь получить поддержка ну как бы вы знаете американцы удивительный народ они чужую боль воспринимают как свою личную и очень добродушная очень не помогают очень сильно и все эти стереотипы по поводу того что американцы там такие белька цити это нормально не ребята абсолютно дружески абсолютно прекрасно настроенные которые готовы как бы делиться с ближним готовы прийти на выручку и говорить о том что вот западный мир он такой коварный он такой беспощадный это знаете это все пропаганда это все попахивает советчиной попахивает какой-то непонятной абсолютно выдуманной истории когда-то кем-то да из кабинетах кгб вот которую до сегодняшнего дня мне странно когда об этом говорят молодые люди да когда об этом говорят какие-то пенсионеры или там бабушки из прошлого да будем так говорить бывшие партработники я еще это понимаю когда об этом говорят молодые ребята ну я не знаю я что-то наверное это что-то не так вот что-то не так происходит в стране но когда заливчик вот такой заливчик давите очень красиво кстати это каналы до какие-то или это речка ребят это там по там по да даунтаун там по да 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 абсолютно верно люди в любой стране живут интересами улучшить далее как бы со своем это кстати вы понимали это университет тампы давай заедем по-моему как студенты живут до университет там по ребята сейчас вам покажем вот это вот это вот главный университет там смотрите какое здание да это университет тампы ребят тут студент университет of tampa университи of tampa здесь живут студенты университет я же не знаю английского поэтому среда вот приехал студент на этом вот смотрите студенты на камара да на камара это студентики на камара катаются ребят я вам скажу так что ну отношением до своей добротой открытым сердцем американцы это 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 наверное они наверное они чемпионы мира в итоге пишут туда хотят но приезжайте учиться тут все можно каждый может поступить в университет это абсолютно нормально если знаешь английский то без проблем да поступайте сюда подавайте документы поступайте в тампу ты спрашивала за этих за тамповским институтом да я спрашивал это этот университет штата да тампу не это тампас конечно но он один из крутые да считается ну тут все в принципе не пухи ну вот а где люди почему людей нет учатся учатся занятие он свет горит пары сейчас свет горит внутри пары ребята здесь учатся ребята представляете не шарятся не колется не занимается всякой ерундой здесь тут нет алкоголиков нет бутылок нет шприцов и да здесь студенты учатся флорида штат флорида ребята флорида ребята смотрите трансляцию или смотрите историю в библиотеку 50 раз задаете один на тот вопрос а где как лучше здесь более библиотеку они мы находимся в штате флорида да да здесь на камара на джипах ездят студенты вот это все встречи да это студенческая машина только что джипы ряд джипов стоял это все студенты ребята студенты причем обычные это обычные люди которые ну обычный американс средний класс он пишут у кивалова в юрокадемии стоят новенькие бентли ранее там кто учатся дети прокуроров судьи здесь учатся нужно понимать на беседе что здесь учатся обычный средний класс рабочий обыч рабочие то есть люди которые родители обычные рабочие обычные американцы да то есть нет ничего здесь каких-то элиты потому что ли это там учатся в гарвардах да понятно то есть более а это обычный университет для обычных людей для таких как мы да то есть вот вам студентики едет навстречу как вам машинка фордик студентика нормально пивко понравилось он да и пивко пьют едут у нас студент идет пешком да идет на парковку скорее всего за машиной вот такой вот вам студенте еще сюда заеду да все чистенько аккуратненько вот лишь парковка для студентов парковка для студентов да сейчас вам покажем вот парковка для студентов ребят смотри какие-то машинки вот посмотрите ну вот видите все очень скромненько скромненькие машинки он даже есть такие chevrolet посмотрите ребята она марс он на мерседесе приехал студент на мерседесе приехал на таком маленьком вот смотрите аджером да ps2 рам оставàcies это 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 такие обычные студенты ребята обычно обычные студенты вот которая учится здесь вот Студентки идут. Видишь, смотри, какие красивые девочки. Ну вот, видишь? Сейчас тут мне утомиться примерно. Вот, вот. Да, вот такие девчушки. Вот такие красивые девчушки. Студенточка. Да, такая. Кто там говорил о жирных американцах? Где этот человек, который говорил о жирных американцах? Вон еще, смотри, какая студенточка идет. Да, вот тоже, смотрите. Вот, вот такие девчушки здесь, ребята. Вот такая страна, посмотрите. Да? Вот такая сладенькая страна. Сердечки по железду. Да, тут сладко, сладко, аж мед. Ну, смотри, плохо было бы здесь учиться у человека? Вот в этом университете. Слушай, здесь плохо, я не знаю. Кому здесь плохо, объясни, вот. Еще студенточка идет, ну, маленькая. Вот, девочка, вот эти 17-18. Вот такие вот студенты. Ни о чем, короче, пишут. Да. Вот в Украине, в Украине. Все Порошенко построил. Ростислав в Соединенных Штатах находится на законных основаниях. Уже четвертый год. Уже четвертый год легально. Как бы я нелегально за четыре года, да, четвертый год бежал. Он работает, у него, как бы, все хорошо. Вот. Ну, содержать, конечно, ресурсы тяжело со своим. Это правда. Америка – это рай на земле, сто процентов. Да, ребята, это правда. Ну, не буду это уже парковку показывать. Ох, тут спортивная, посмотри, какие машины. Да, да, ну, мы не будем там. Я покажу. Шлабанка состоит. Вон, да, мы туда не заезжаем. Там стоят одни спортивные машины, ребята. Там стоят одни спортивные машины. Кто-то о Бентли говорил у Кивалова. Ну, там можно было показать. Так, нет, мы же говорим о том, что это обычный университет для обычных людей. Это обычный университет для обычных людей, на котором стоят Porsche спортивные. Да, да. Да, Ferrari и Porsche. Да. Студенты бы приезжали. Потому... Слушай, они ходят с уни... У них свой пляж. Ну, да, пляж. У них университетский пляж. Ребята, у них свой университетский пляж. Представляете, они могут пойти на пляж, искупаться, и у них свой бассейн. Да. У них свой центр. Вау! Вау! Как же это как? Ты живешь себе, просто реально, ты, ну, вообще в раю живешь. Это рай на земле. Это Флорида, но люди не понимают, на самом деле. Те, кто приезжают, они просто, ну, прозревают, и все уже. Это уже назад пути нет у людей. Да. Никто в Украину возвращаться не хочет. Вон, посмотри, видишь, на крыше дома, там, этот... Пальмы. Да, да, пальмы, там стоит ресторан. Обратите внимание, на крыше дома, пальмы и ресторан. Там, ну, барчик такой всякий. Это здесь квартиры, кстати, здесь можно квартиры купить. Ну, как тебе там? Ну, слушай, отлично, очень красивая. Слушай, чем-то напоминает Майами, но Майами более... А тампа более чистая и более спокойная. То есть, это такой наш размеренный украшитель. Нет этого... А тампа выходит на мексиканских зале? Вот, там сейчас поедем. Ой, ребят, в Майами еще меньше людей днем, потому что... Люди все в автомобилях, ребята, здесь пышком не ходят. Это очень большая редкость. Все люди передвигаются на автомобилях. Вот видите, сколько машин? Сколько людей. Слушай, ну, тампа тоже прикольная, я тебе скажу. Очень прикольная. Сделали. Покажи на видео. Сделали. Пальмы на крыше, и там сидушки, рестораны и бары. Смотрите. Видите, пальмы на крыше, сидушки, ресторан, накрытие, бары. Ну, я тебе скажу так. Честно говоря, от Майами отличается. Вот чистотой, действительно, согласен, и меньше вот это вот давит на голову. Нет, нет, здесь жизнь по комфортабельности будет в тысячу раз лучше, чем Майами. Да, да, комфортно. Тут очень спокойно, очень чисто. И нет, ну, понимаешь, Майами это мексиканцы, кубинцы, испанцы. Здесь в основном американцы. Да. Здесь, ну, видишь, в основном американцы. Нет, такого количества кубинцев, мексиканцев, понятно. Вот, здесь очень классно. Ну, мне мексиканские трек очень нравятся. Тампа, Тампопей, Санкт-Петербург. Я вот как-то так. Очень-очень такие места. И вот реально жизнь, просто все. Я сюда переехал. Кстати, тут очень много корпораций. Тут, я хочу все скажу. Чтобы понимали, здесь очень много корпораций в центре. Много IT-компаний, разных банков, международных корпораций. Здесь, допустим, для айтишника найти работу не проблема. И зарплата здесь до 100 тысяч долларов в год. Абсолютно реальная зарплата. И при такой зарплате вы купите себе дом или квартиру. Будете жить, кайфовать. Пойдете учиться в университетампе, если знаете английский. Получите американское образование. И когда будете слышать эту чушь из Украины. Да у нас там в Украине, а у вас в Америке там платят. Там налоги, там медицин. Вы будете ржать на этих идиотах. Говорят, боже, какие вы больные люди. Сгиньте. Или у вас в Украине, а у вас в США пластиковые. Да, пластиковые. Химия. Гривные, вы вообще понимаете уровень масштаба. Люди здесь получают, ну если перевести на гривны, получают миллионы. Миллионы, зарплата миллионы. А вы получаете пару тысяч гривен в месяц. Ну просто это смешно. Переключаем обратно на это. Вон полиция там поедет, патрульная. Будут бить сейчас? Да, сейчас будут бить. За трансляцию? Да. Нельзя же трансляцировать. Я забороняю себя снимать. Это же заборона. Вон Хилтон. Хилтон здоровый. Да, прикольно. Покажи Хилтон. Хилтон. Вот он, смотрите, какой. Здоровый Хилтон. Вот будете. Да и расходы там тоже миллионы, например, речения. Ребят, ну что это? Аст. Значит, рассказываю. Страховка медицинская. Значит, смотрите, вот зарплата, ну нормальная зарплата. Я, ну, примерно спокойно зарабатываю пять тысяч долларов в месяц. Значит, медицинская страховка стоит 200 долларов в месяц. Вы зарабатываете пять тысяч гривен в месяц. Медицинская страховка у вас стоит 200 гривен в месяц. И вы можете на 200 гривен в месяц себя полностью вылечить, все вопросы решить и попасть в любую ситуацию, все у вас будет хорошо. Я думаю, нет. Вы попадете в больницу, вы выложите тоже по 100, по 200, по 300 тысяч гривен за какую-то операцию. При том, что вы зарабатываете пять тысяч гривен в месяц. Поэтому не нужно рассказывать эти сказки, это бред, понимаете, это просто бред. Здесь все предусмотрено. Вы получаете хорошую зарплату, у вас есть страховка, вы за нее платите, да, вам представьте работодатели с разными вариантами. И все у вас хорошо. У меня страховка на зубы стоит около 20 долларов в месяц. Страховка на зубы 20 долларов в месяц. Представьте, что вы платили бы страховку 20 гривен в месяц. 20 гривен в месяц. И пришли на шару, сделали себе зубы. Знаете, просто это такой бред, пишите, просто я не могу это читать. Переключай, правда. Ну, слушай, ну им нравится жить в иллюзиях, ну пусть. Ну дай же людям. Слушай, что-то я не так включил. Не знаю, можно ли. Мы уже куда-то заехали, блядик. Куда мы заехали? Не туда, вот тут надо было уйти. Да, да, да. Слушай, переключи это, что его переключить, как его уйти? Я не знаю. Наверное, вот так. Или вот эту стрелочку нажать, видишь? А вот эту? Да. Сейчас я, наверное, задам, и... Ну, куда мы еще? Сюда мы сейчас вырулили. Почему я на парковку сейчас заеху? На парковку? На эту? Не-не-не-не. Теперь мы как-то отсюда выключим дорогу, да. Получаешь? Вот так. Ну что, получилось? А, говорят, не мотивуйтесь. Я сыном смотрю. Не, мы не мотивуемся. А это мы просто ошиблись с дорогой. Да, извините. Не, мы не материмся на трансляциях, поэтому... Ну, да, мы читаем в ленте, в фейсбуке, Интера. По поводу Интера. Законики красиво. Пропонуют верить не очам и методичкам. Короче, про побудти, пропонуют верить не очам и методичкам. У них есть методичка, знаешь, это Рошен написанная, да, там список. Все плохо, в Украине хорошо, в Америке плохо, надо платить налоги. А в Украине вообще полностью налогов не надо платить. И яйца плохие. Да, яйца плохие. Порошенко Бог, шоколадки классные. Ну, то есть, ну, 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 как это можно это читать? Как это можно вообще-то верить в это? Ребят, вот смотрите, мы же не против. Мы показываем для того, к чему нужно стремиться. Я хочу, чтобы у меня в стране, в Украине было то же самое. Очень хочу. И мы для этого делаем эту трансляцию. Я попросил Ростислава. Вы думаете, у него есть чем заняться, у него есть свои проблемы в Америке. Он не поехал на работу. Он поехал со мной. Он показывает вам тампу. Он комментирует. Я мог бы сейчас ничего не снимать. Я поехал бы на работу, заработал бы пару тысяч долларов за эту неделю. Но я снимаю, чтобы показать, как люди живут для того, чтобы вы делали выводы, стремились к лучшему. А люди, знаете, мало того, чтобы сказать спасибо, так некоторые, ну некоторые же не все, конечно, еще огрызаются и какую-то чушь пишут. Вот, поэтому, да. Поэтому, ребят, я как бы, я хочу, чтобы в моей стране было то же самое, чтобы мы с вами разобрались, в конце концов, что нам мешает, чтобы вот так вот жить. Поверьте мне, это маленькая группка людей, которая постоянно, вернее, которая почему-то решила, что она может безнаказанно грабить мой народ. Украинский народ. Поэтому мы только из-за этого транслируем. Мы показываем, мы говорим, что, ребят, посмотрите. Вот, живите так, стремитесь к этой жизни. Выгоняйте этих чинуш под задницу. Предъявляйте им их преступления. Ну, не молчите, не молчите, не сидите дома. Ну, там, я не знаю, занимайтесь распространением, распространяйте информацию. Да, это Зеленбуд работает. Зеленбуд. Да, распространяйте информацию. Стоит тратить, но в этот, новую высотку. А, новая высотка, да. Так, что-то там они придумали. А, красная. Развивается, там поочень развивается, и здесь будет сдержать недвижимость, потому кто имеет возможность скупать, потому что будет сдержать. Очень сильно развивается. Тампа, Флорида, население будет прирастать. Потому что кто, кто имеет клепку, да, уже сориентировался и быстро старается переезжать. А кто уже сюда приедет позже, да, то будут платить огромные бабки за жилье. Просто космическое. Напишут, пишут, говорят, что, прохаботы напишут, что Смолей выбирает элитную недвижимость. Да, так мы сейчас зайдем будем выбирать, а что, в чем проблема. Турист может купить, кстати. Так мы сегодня будем покупать? Ну, сейчас приценимся и будем заключать сделку. Мы сегодня покупаем? Не, ну, сегодня так быстро не покупать за жилье в Америке. Примерно на заключение сделки уходит до двух месяцев на покупку жилья. А, ну, прикольно. Ну, хорошо. Пока все пройдет, экспертизы, там, банк, пока проведет деньги. Слушай, тут хоккей, да? Тут хоккейная команда играет? Там же мы проезжали, мы проезжали хоккейный стадион. Вот это аквариум местный. Да. Местный аквариум, там очень круто, это очень крутое аквариум. Это порт, порт Тампы, видишь? Тут корабли уходят в рейс на эти... Карибы? На Карибу, на Мексику, может быть, тут много разных направлений. Это порт Тампы. Мы можем сейчас мотаться в Санкт-Петербург. То есть я могу сейчас поставить Санкт-Петербург и... А мы сейчас в Санкт-Петербурге ездили. Да, то есть если люди искатят, то и мы еще что-то показать в Тампе я могу показать. Да, друзья, если у вас есть пожелание посмотреть еще в Тампу, мы продолжаем по Тампе. Если есть желание увидеть еще Санкт-Петербург, это как бы город Сателли, да, он рядышком здесь. Большая Тампа будет так называть. Вот, то мы можем поехать, в принципе, в Санкт-Петербург, показать Санкт-Петербург. а вот мы абсолютно санкт-петербург тоже очень крутой да тоже очень красивая это здесь квартиру здесь можно купить квартиру себе с левой стороны это все вот это жилые покажи людям можешь так взять вот это жилые районы ребята вот здесь можно придбать себе нерухоместь и проживаться до речи недалеко город здесь центр там пешком можно дойти то есть все рядом все очень красиво выходной пишут выходной да не ребят ну какой выходной ну не выходной а потому что я же говорю что занимаемся как бы просвещением вас показываем вам реальную жизнь и я понимаю что очень много можно увидеть там на ютюбе там еще где-то а там прямая трансляция это прямая трансляция без монтажа без монтажа прямую жизнь как живут обычные американцы и как мы хотим чтобы жили украинцы чтобы все было так чтобы какой-то чинуша или олигарх не появился в списке форбс до платя своим сотрудникам 800 гривен заработную плату то есть вот о чем идет речь ой аж голос сел так нам нужно где-то будет сейчас это пишут какой район это Киева Троещино сейчас Воскресенка впереди сейчас мосты проедем Воскресенка и этот рынок юности ага нет друзья выходной не здесь выходной да это компьютерная графика здесь не выходной здесь жарко просто на улице в основном ну как бы народ передвигается в машинах смотрите в Америке народ 99 процентов людей передвигается в своих личных автомобилях ну в Нью-Йорке ну в Нью-Йорке это отдельная тема да я говорю про всю Америку Чикаго да про всю Америку вот есть автобусы но это большая редкость да правило люди передвигаются на своих личных автомобилях люди по улице пешком здесь не ходят так нам где-то надо бы давайте на заправку заедем да сейчас я вот не знаю нет нужно выскочить как те надо посмотреть на четверку выскочить это здесь ага это здесь вроде студенческий городок историческое место там где-то посмотри слушай очень красивый такой вообще шарма ну сейчас поедем потому что в принципе там вообще можно посетить здесь кататься и кататься вот ну очень красиво да сейчас наверное я потонусь и сейчас мы едем заедем на какую-то заправочку водички купим что-то вот тебе ж куда да вот мне куча воды точно ну я туда жарко я туда бью это это малый период ага картинка напомнила джеда байссити я вот я думаю на четверку не выскочить ну так выключить трансляцию не-не-не я сейчас так найду просто я сейчас не хочу никаких заехать нам вот тут на этот раз сюда попасть я сейчас на там крутонос ну что рассказывай дальше что ты комментируешь ну ребята что люди спрашивают вот в Америке где не был никогда для того чтобы все все ездили на своих авто в городах должно будет сделать 10-12 полосных дорог тут очень много парковок и большие широкие дороги то есть тут все очень продумано и все для водителей то есть тут водитель это ну первые тут не сделано для пешеходов это сделано все для водителей в ключом момент то есть для водителя здесь все обустроено очень просто все очень понятно и очень классно пишут горячую воду в США вымыкают на литр а в США нет подстачания горячей воды вообще у всех есть бойлеры есть холодная вода и бойлер всегда греет потому у всех персонально горячая вода здесь нет здесь нет вообще поставок горячей воды чтобы вы понимали кстати еще тут квартиру строят новый новый комплекс да ну прикольно очень сильно расширяются очень сильно очень сильно друзья цены на квартиры абсолютно разные здесь все все абсолютно разное нельзя так сказать что вот так и там это полиция 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 а чего ты Ваня собираешься уходить от нас а он спрашивал Ваня спрашивал это спрашивал какое впечатление когда возвращаешься в Украину ты знаешь Ваня ну некоторое время вообще говорить не хочется ты ходишь и не мой да такой ты просто ходишь и смотришь разговариваешь пытаешься понять логику этих людей почему Вань то есть ты пытаешься понять логику это правильно проблема в том что люди не то что живут как бы в плохой стране и хотят жить лучше проблема в том что люди защищают свою плохую жизнь и критикуют тех кто мотивирует их жить лучше с пеной у рта да с пеной у рта с проклятиями с ненавистью да чтоб ты сдох я буду жить херово и ты живи херово да вот в таком плане и ничего менять не хочу ничего нужно обратить внимание что все да вот мы украинцы которые сюда переехали здесь живем уже достаточно прилично то мы все сюда приехали голые боссы без вещей без денег с одним чемоданом вот просто чтобы что было да вот под рукой то взяли и поехали и как мы здесь уже живем а люди живут всю жизнь в Украине и не могут вырваться многие просто не хотят но большинство людей просто не имеет физической возможности это сделать страна настолько коррумпированная что человек не в состоянии вообще ну каким то образом подниматься на лестнице потому что ему не нужно что сделать здесь в Штатах у тебя здесь все в твоих руках вот ты захотел как ты хочешь жить так ты будешь жить здесь государство полностью способствует развитию в любом твоем направлении вот как ты себе жизнь построил так ты и живешь все ты хозяин своей жизни на сто процентов здесь нет такого что придет какой-нибудь урод скажет так живи плохо я буду жить хорошо здесь твой счет здесь только так это не да я стремлюсь в форумс список здесь таких кокосюков таких здесь товарищей нет здесь кокосюки уже давно либо в могилах либо в тюрьме то есть ну таких людей просто не существует да уже давно отстреляли и все это уже как прекратилось то есть никто здесь 200 долларов зарплату платить не будет человеку за труд в месяц и при этом наживаться и походить в миллиардерам это просто невероятно в киеве краще там спокойнейше жить и не напряжно а здесь что напряжно здесь напряжно что вот что что здесь вас напрягает ооо ребята да вот азарь этот чувак пропаганда он идет напрягается он весь в напряге напряге да эй чувак ты напряжен ай он поздоровался со мной да я его спросил говорю тут чувак тут напряжно он напряжно сказал говорит так напряжно что вот это иду иду куда пойти покушать да куда сходить покушать оооо ребята ну сейчас еще в питер съездим покажем питер да да интересно вам интересно инфа как русские русских обманывают что-то интересно напишите мы русские не обманываем двух духа помнишь смотри люди туда не сильно напряжены да он да особенно устает блин короче тут аж жизнь удалась как оплатить коммунальные услуги а что в Украину идут и думают как оплатить коммунальные услуги да вот вот смотри ну это же типичные люди которые думают у них прямо мысли о том как оплатить ну как 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 прорваться как прорваться он сел он сел в инфинити он сел в инфинити дошел думал как прорваться и подошел к инфинити да вон тоже тут напряженные да тоже вон смотрите какие смотрите видите как напряжены все все как один напряжены вот вот сидит отдыхает напряжен да это он олимпийский чемпион у него всю жизнь небольшой напряж а я думаю боже как же нам заплатить налоги как же нам заплатить вы там бомжухи не рассказывайте нам казки у тебя какой картонный ящик у меня ском дипа за доллар пятьдесят у тебя утепленный уже у меня стронг такой сильный ну треная я тебе давно говорил пенопластом утепляйся можно отбивать да скотчем обклеивать да чтобы не покупать надо в магазине взять вот это знаешь которые эти телевизоры там знаешь сбоку порежешь его нормально так на кусочки клеешь скотчем бомжухи вот эти там да да ну так что ты я ты подумай потому что ребята говорят в украину тебя приглашают в киев говорят бросай свою коробку приезжай в украину там тебя ждет счастье там ждет эта коробка она еще с бетонных стен с грибком да да под этим да белое здание да усиленный режим сейчас выскочим на это 25-й пойдем в Питер что-то солнце за тучу зашло что нужно выйти ну кое-где действительно не представляет что в США жизнь организована для людей пишут ну такое знаешь сразу что мы насмехаемся что мы это да мы не насмехаемся мы просто мы насмехаемся над ботами которые пишут гадости ребят мы над вами не насмехаемся и никогда не будем насмехаться потому что это действительно это то что происходит сейчас на моей родине это ужасно это позор да не буду я никогда насмехаться почему почему такая безысходность в словах почему вы ищете сразу какую-то гадость да нет у меня намерения на это не пишу я не пишу гадости по отношению к своей стране никогда да я пишу к власти я имею претензию к власти я имею претензию к олигаркам я имею претензию к ворам которые грабят мою страну грабят мой народ которые разрушают государственность вот к кому я имею претензии они ну ни в коем случае я знаете я вообще я не понимаю зачем вы это делаете на чего вы пытаетесь цеплять меня за какие-то чувства почему я должен вот выходить на такую эмоцию и рассказывать вам о том как я люблю свою родину да я люблю свою родину поэтому я всегда возвращался на свою родину и я опять вернусь и опять буду у себя на родине потому что ну родина это моя там мама моя там похоронена там похоронены все мои родные и близкие и я не могу без нее поэтому не знаю так не знаю как не знаю и я не знаю что это не знаю обокрали нас обворовали все эти чиновники даже при условии сейчас стартуя с нолевого старта стали начали работать мы через год можем жить так же и поверьте пойдут инвестиции и поверьте появятся компании которые будут хотеть строить в украине которые будут хотеть строить дома на бляхах здесь все машины на евро бляхах на американских бляхах все машины на американских бляхах регулярно миру через них они платят налоги и заставили американское правительство ездить на этих на бляхах даже американское правительство ездит на американских бляхах да дорога очень классная бетонная и очень мощно все бетоном зачем я уже лет 50 полностью бетонная 50 лет дороги они заливают у нее срок годности 30 я смотрю 30-50 это гарантийно она может не разрушаться и 70 лет если не будет разрушаться привет привет всем привет друзья да поэтому да поэтому вы понимаете что вот такую сказку вот такую сказку можно делать почему нельзя в украине один раз залить бетоном вот еще залили вода там при союзе она бы сейчас бы до сих пор а как же ямковый ремонт а вот надо ямочный ремонт как же ямковый ремонт и что автодоры продавать а должности продавать вот прикинь чтобы автодор последние 30 лет не ремонтировал ни одну дорогу в Украине и что как бы они жили а как отбивалась бы та сумма которая платится за должности ну да вот в этом и вся логика в этом и вся логика Украины в Штатах залил дорогу и забыл за нее все она будет там раз 30 лет поменяли и еще на 30 лет ванчик подключился Ваня пишет активно в активе Ваня помогай нам потому что тут отбиваться 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 потому что нас уже обвиняли тут насмешка в зарказме Ваня Ваня меня представляешь Ваня меня человека который едет на родину всегда у которого ну как бы ну я не могу просто ну как мне мама похоронена на кладбище ну как я могу ее оставить что пишут а пишут что плохая трансляция висная постельно ну есть перепады и что сделаешь ну да не знаю кого ты интернет возил включат Флорида ребята Флорида спрашивайте какой штат Флорида а машина какая у тебя машина Хонда Аккорд Хонда Аккорд в теплом климате с дорогами легче поверьте мне в Финляндии дороги не хуже поверьте на севере США допустим где нибудь там в Вайоминге да там где нибудь в Небраске где нибудь там в Дакоте, Монтане Вайдаха, Вьюте там дороги не хуже чем здесь а там в севере там зима и там засыпает снегом очень прилично абсолютно не хуже дороги слушай это мексиканский уже залив? да да это мост это мост соединяющий Тампу и Питер видишь что это конец моста это все мост класс вообще это уже видишь вон еще один мост и вон еще один три моста вообще класс три параллельных моста соединяют слушай расстояние какое да они шляски не могут построить три метра эти три моста параллельных захерячили военную базу наверное нельзя транслировать Ярослав по-моему написал не мы транслировали я не видел кто-то кто-то написал не успел да может повернуть да посмотреть а Максим написал Максим нету да Максим нету вернее наверное нельзя нельзя да покажу ну мы снимали еще а у Ростя какая-то была трансляция ну такая без без деталей там в столовой да вы снимали магазинчики да мы снимали нету да ребят бензин сколько стоит ну сейчас наверное подорожал немножко да ну где-то 63-65 центов где-то 63-65 центов за литр окей окей но видите да подорожал видишь ну видишь дома стоят да вот это оттуда нам ехать да заедем классно заедем вообще обалдеть обалдеть я думал что круче вот чем в Нью-Йорке да вот это вот мост этот нету а здесь вообще еще там мостяра вообще видишь не видно это же вот это мост но на южный круч там еще наверное круче ты ездил там есть вот та еще мосты там вообще они очень высокие прикольные там островки такие как рай уже начинается да это самое вообще классное здесь место для жизни это вообще бомба вот именно Санкт-Петербург ну вот это эрик ваш ад и все нормально видишь там трудовые как мы все ага тут могут быть обрывы по трансляции ну думаю в принципе наверное он нам устал и не погнал гарние девчата мы их показывали в тампе тоже гарние девчата студенты ну я наскільки знаю что студенты тут ну тоже работают подрабатывают да да как хочет конечно да если хотят студенты подрабатывают то есть без проблем ну в кафешках я видел по крайней мере все как и везде студент он учится работает да я даже наших девочек видел которая учится и подрабатывают я с ними летел на самолете он называет студентки я тоже учился работал всегда ну все тогда гарние девчата я еще раз сказал что я там девчата в Тампе задаю запитание гарни гарни девчата эээээ все гарно Поверьте, студентам на життя вистачає, вони ще і потрапляють. Навіть з України я зустрічав двух девочек, вони летіли на літаку в Україну, вони навчалися і працювали. Працювали в кафе. Пиши, де ви там працюєте? Грузчиками? Так я ж работаю на муви, я вставив вже відео на ютубе, я работаю в грузчиках, 10 доларів в час. Зачем ти троллиж? Ну пусть люди успокоїться, ну блин, ну зачем, ну пусть знают, то так, все, будь спокойно, будь спокойно живе, будь спокойно спать. А как в США дороги з бетона ремонтирують, покажите или расскажите. Ребят, ну показать мы не можем, потому что мы не видим, чтобы дороги з бетона сейчас ремонтировали. Ну на ютубе я видел, как ремонтирують, там есть. Заливают. Заливают как-то там, вырезают кусочек. А вот асфальтом просто залить и все. Да, кусочек, ну я как бы, я видел. В Санкт-Петербург, видишь, стойка. Да. Да, Санкт-Петербург написано, да. Все, мы заехали в Питер. Да, Санкт-Петербург, вот. Велкам. Да, мне нельзя ехать в Российскую Хвендерацию. Хвендерацию. А я приехал в Санкт-Петербург. В маленькую Россию на Новом Петербург. Где вы там еще можете працювати? Грузчик, официант, настойки и все. Посуду моем. Посуду, да. Хаус-кипер. Грузчик, посуду моем. На мувинге я работаю. Я вообще нигде не работаю, нигде не працюю. Безработный. Не, я вообще не працюваю. Я с Украины, я турист. Я турист. Видел дом красивый, вышел. Решил погулять. Здесь дюлей. Я же не знал, что у вас не везде можно гулять. Да, я турист. Я попросил, чтобы он показал Тампу, показал Санкт-Петербург. Поехали сюда, на Мексиканский залив и здесь посмотреть. Нечим гордиться, мувинг в США и адвокат в Украине. Витя, не будь дурным. Ну это же все троллин. Неужели вы не разумеете? Я не работаю на мувинге. Я не працюю. Я работаю на мувинге. Я взагалі не працюю в США, я приехал сюди, я турист. Я ничего не буду. Я турист. Я просто увидел красивый дом. Вы не переживаете. Я врач, я врач. Понимаешь? Всего порядка. Я доктор. Это, мабуть, створяет спокойный комфорт. Огляд вашего руха. А если бы вы увидели город Леопти, вообще все идеальные пенсионеры. Ну, ребята, ну да, ну, наверное, в Германии тоже. Ну, мне кажется, что Соединенные Штаты ближе нам по духу. Вот что-то есть в них. Что какая-то есть сила здесь внутренняя. Дух здесь есть. Здесь более свободная жизнь. Огромный, высокий, высокий эгоизм здесь есть. И эгоизм, свободная жизнь, дух здесь есть какой-то вот такой интересный. Специфический, который ты ощущаешь. Дух свободы. Поэтому... Ты считаешь, что это даже лучше по жизни, чем та сторона? Да. Если у тебя здесь есть работа, да, вот, то, в принципе, тут довольно-таки неплохо. В связи с этим от работы, потому что ты не ищешь места для жизни, да, но ты ищешь место, ну, ищешь работу, потом ты ищешь там где жить. Если у тебя здесь, допустим, будет работа, то здесь жить будет очень неплохой вариант. А Сарасота в сторону? Сарасота. Дальше еще, да, Ацент. Да, еще час отсюда еду. Еще Ацент, Петербурга час? Отсюда вот эта точка еще час еду. Ооо. Там очень много-много курортных городов, там Нейплс, короче, там все побережье. Там очень крутые, шикарные города. Тут очень много заселено и невероятно крутых тишиней. Можно ездить месяцами, все смотреть, очень много. Их туда еще есть, ну, да. Ну, природа здесь немножко другая, здесь меньше растительности. Здесь прохладнее или... Не, ну, наоборот, здесь жарче. Я думаю, да. Два жарче здесь. Не знаю, да, там что-то. Там влажность в нашей шее. Я не знаю, там здесь. Здесь вроде бы суша. Нет, здесь не лучше. Наоборот, влажность больше, платы больше. Люди пишут, я здесь спрашиваю, как связь. Да, да, да. Семешка отвалилась. Видишь, было 200 и 200. Спрашиваю, что за дорога. Это дорога 275-я, которая заедет тампу и на Петербург. Тоже, кстати, потомная. Видишь, он может позволить себе поехать в СССР, как и будь-який украинец, завдяки Петру Порошенко. Да, Порошенко всех обеспечил. Да. Билеты мне приобрел лично Петр Алексеевич Порошенко. Я слетал за его. Благодаря покупке. Порошенко. Порошенко. А Рошенко это самая любимая моя шоколадка. Кушаем Рошенко. Вот пышут такие. Флорида, жара ужасная. Ребят, ну не ужасная. Сейчас нормально. Ну жара, сейчас нормально. Я думаю, что в середине будет лета больше, да, жарче? Да, июль. Июль будет жарко и влажно. Из-за того, что будет много дождей. Июль, август, начало сентября. Потом все. Ну, так же я скажу. У меня больше вот это цветение. То, что началось сейчас цветение обильное. Я, конечно, ощущаю это. Подключаются люди, выставляют. Да, пишут. Все, капец. Вот мы тут. Бомжуем. Да, что в Украине наигарнейшие девчата. А мы нахожу. Ну, девчата, да, но... Ну, девушки, девчата, так. Наигарнейшие в Украине. В Украине. Микола, ну что ты вот такая... Какая бы украинская девчина не хотела бы переехать в США? Не кататься, ездить на таком бусте. Да. Ох, Микола, зачепил. Что ты там вот тут утираешь? Кышу, Микола. Вот я не поприл. Порошенко забыл из Европы. Что-то не прочитал, Максим написал. Я прочитал, не успел. А хлопцы, с какой швидкостью едут? 110-120. Где-то 110-120. Привет, Немеччина. Привет, привет. Не, я люблю негритян. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Спасибо, Микола. Просто жаба душит мне. Прощайте на него внимание. Но он имеет право, он пишет. Это его право. Его мысли ссать. Да, его мысли. Поэтому он пишет. Это как бы позволено. Это открытый канал. Мы никого не баним. Заметьте. Потому что пишут все. Даже ведут. Это открытая форма общения. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья. Друзья, ну вот единственное, что, конечно, кто... Вот какой мотив у тех, кто пишет гадости? Вот какой мотив у тех, кто управляет ботами? Вот зачем? Зачем вы пишете гадости? Ведь это же все очевидно. Ведь вы можете все увидеть своими глазами. Купите билет, прилетайте в Орландо, в Атланту, в Вашингтон, выпейте чашечку кофе и улетайте обратно, если вы так хотите. Ну, зрозумело, что сумую, скоро буду в Украине, я прилечу в Украину, я обовязково, я завжди повертаюсь в Украину, и завжди. Дороги хорошие, но пока что архитектуры никакой. В Киеве красивее. Слушай, все нормально? С колесом все нормально? Да, я все нормально. Привет, привет, привет с Венгрией. Слушай, они сравнивают Киев, столицу, историческую, которая 150 лет, и провинциальные городки в каком-то одном из штатов, которые вообще даже близко не являются столицей. А столица Флориды? Талахаси. Талахаси. Да, там историческое место. Это тоже старый город. Ребят, вы должны сравнивать, допустим, Питер, да, допустим, с Ашмиринкой, там, с Конотопом, там, с Васильковым. Вот это, вот это такое должно быть сравнение. Да, ребят, тяжело переносится часовая разница. Я тяжело переношу, я хожу такой сонный. Мне тяжело, допустим. 7 часов разницы мне, я ощущаю. Это правда. Вот Питер начинается. Мне тяжело. Привет, привет с Борисполя. Борисполя, привет, привет, всем привет. Друзья, всем привет. Мы дякуем, что вы подключаетесь до нашей трансляции. А электрокарьев, ну, очень мало. Небагато, але вони трошки є, трошки є, трошки бачу. Тут просто бить деньги шокотом у нас последние дни. Да. Ну, что, смотри по сторонам. Все равно хорошо, вам поздравляю. Привіт зі Львова. Привіт Львову. Львів, привіт. Львів, привіт. Мы показываем для того, чтобы все понимали, как можно жить иначе. Что жизнь может быть уже сегодня в Украине. Я еще раз скажу, что, если даже сейчас стартануть с нуля, я вам гарантую, что через год в Украине у нас будет конкурс от инвесторов, тех, кто захочет инвестировать в украинскую экономику, кто захочет строить дома для украинцев, кто захочет строить мости, переправы, шляхопроводов. Всех будет много. Хорошо, будешь комментировать политики. Да. Будет много тих, кто захочет вкладывать деньги в Украину. Но, на жаль, из-за тех трудников, которые сейчас при власти, из-за тех чинуш, которые грабуют нашу страну, мы не можем. До тех пор, пока мы их не позбавимось, або не будут, зрозуміли, правила взаимовідносин в суспільстве, громадянин в суспільстве, підприемец в суспільстве, будет вот такая канал, которая есть в Украине. Питер. Добре, мы дивимось зараз, мы зараз дивимось Питер, да, Санкт-Петербург, и будем, привет, Карбиевницкий, привет, смените пластинку, просят. Все, сменили пластинку, показываем, показываем город. Вот мы находимся в Питере, это у нас набережная, да, Санкт-Петербурга, там люди сидят, пляжут, вот люди сидят, пляжут, слушай, здесь реально спокойнее, чем в Майами? Ну, конечно, я говорю, я всем рассказываю, что Питер это вообще бомба, там вечером дискотеки, бары, там вообще, ну... А Сарасута, а от Питера час или еще? Или ближе уже? Да, да. А в Сарасуте еще круче, да? Своя специфика. Ну, они... Примерно похожи, но споя специфика. Место Сарасута тоже нравится, здесь тоже нравится, то есть, ну, ты когда поездишь, ты проверишь, будешь видеть разницу, плюсы, преимущества. Видишь, я здесь красиво, наверное. Да, очень, очень, очень. Очень красиво. Тут вечером жизнь кипит, тут реально очень много людей, все тусуются, дискотеки, там, что такое, как бы, классно здесь вечером. Да? Пенсионеры гуляют, я смотрю. Да. Какие молодцы. Вот как же, вот как, ну, насколько нужно себя не уважать, чтобы позволить вот грабить, просто грабить, отбирать последнее, ну, просто поставить этого мальчика, этот Колобов или как его там, мальчиков, девочек, которые кусая губы, да, облизывая... Ты теперь понимаешь, почему Милиан, министр, поехал рожать ребенка в Америке? Конечно, потому что он хочет, чтобы его ребенок... Жил здесь, жил здесь, а не в Украине. В Соединенных Штатах. То есть, украинские министры рождают детей... Рожаются. Да, рожают детей, жены в Соединенных Штатах, не в Украинских Штатах, а в Соединенных Штатах. Все очень просто, все очень просто. И вот это, знаешь, по патриотизм, там, рошен, перерошен. Вип. А где дети рождаются, где они учатся, где они потом живут? Вон, с рейсом поле. Пока же яхты обычных американцев. Мы сейчас можем, кстати, взять, поставить, пойти взять камеру. Пройтись просто это. Я покажу. Так. Вот, вот так вот. Они говорят, что у нас медицина дорогая, налоги. А откуда люди покупают эти корабли? Я уверен, что в ближайшее время... Ну, это яхта Коломойского, дальше Фирташа, еще дальше... Я в ближайшее время тоже планирую себе купить какой-нибудь корабль. То есть я, ну, абсолютно уверен в том, что скоро у меня здесь тоже будет стоять какой-нибудь корабль. Это абсолютно реально для обычного человека. Да, ну, мы сейчас можем дальше ставить. Сейчас. Здесь. Здесь стоять. Здесь. Кстати, модель, где у нас есть, можно модель подбинуть и все. 20% пробежаться, посмотреть. Бабушка на спортивной машине. Да. А вот сейчас мы здесь можем утонуться. Скорей, можно в америке 4-ю смошную разворачиваться? Можно, конечно. Можно? Витя разрешил. Витя. О, приконечно. Конечно. Вы можете чего-нибудь поставить. А тут лидович не работает. Нельзя в ней работать. Нету митера. Вот митер, видишь? Сейчас я стану здесь. А это для электрокаров. Классно. Это бесплатно, вляд? Да. и заряжаешь тачку. Ну, это, понял. То есть электрокарм может... Да, бесплатно, да. Заряжается бесплатно. Заряжаться бесплатно или патриковаться бесплатно? Да. Сейчас посмотрим, но заряжаться точно бесплатно. Проверим. Так, берите телефон. Я сейчас возьму батарейку, запасу. Давай. Сейчас. Так, немножко солнышко здесь светит. О, да, что? Батарей в карман. В карман. Ага. А это подсоединяешь. Да, хорошо. Хорошо, я сейчас подсоединю. Да. Да при чем там богатая, ребят? Ну, что опять богатая жизнь? Небогатая? Какое-то такое... Слушай, а он включен сейчас? Ты включил его? Зарядка. Да, оно заряжается. Тормально. Тормально. Я бросаю в карман. Такой фонтанчик. Да, очень. Птички поют. Сейчас мы посмотрим. Зарядка стоит прямо вот на набережной, да? На парковке стоит зарядка для электрокаров. Ох, какой запах с этого, с Мексиканского залива. Такой, знаете, едированной соли. Йод такой. И ты вдыхаешь, как будто бы, ну, я не знаю, как это передать. Вот как на... Пскадовский, я не знаю, вот где. Вот именно так насыщенный йодом. Очень насыщенный йодом. Вот. Вот такой вот бесплатная зарядка. А, нет, платная. Платная. Ростислав сказал бесплатно. По-моему, платная, потому что здесь этот, карты. Пампас, виза. Да. Ростик платно, наверное, потому что здесь карты, виза, пайпас. Платная была, ну, еще это платная, да. А там бесплатная была. А там бесплатно, да? Да, верно, что бесплатно. Вот поэтому... Ну, видишь, как ставят. Мелькомки, да. Ну, вот я. Идем посмотрим яхту, может, выберем себе сейчас. А что такое? А, появилось, что ли? Посмотрим. Что появилось? Нормально все. Идем посмотрим яхту. Да, идем. Смотри, как у Форж Стар. Это 944-й. Не ошибаюсь. Вот это, да, Порше? Это очень классика, да. Нет, запаха... 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 А, спрашивают, а запаха шашлыков и чебуреков нету здесь, на набережной? Я говорю, нету. Слушай, такой запах ядированный. Я вот чувствую... Смотри, старенький Порше классный. Да. Да, у меня есть товарищ Максим, он очень любит. Пошли, пойдем. Любит такие, знаешь, старенькие. Да. Да, красавец. Слушай, я тебе скажу, ну запах, конечно, но тут лучше запах, чем на океане. Именно на Мексиканском заливе лучше. Он теплее, да, Мексиканский залив? Да, конечно. А можем покупать? Он прогревается? Да нет, ну покупаться. Смотри, какие классные ядры. Ну ты видишь, это парусники. Я хочу, в принципе, себе на моторе, чтобы у меня была на новую. Такую, как у Миши хочешь? Ну, да, только чуть поменьше. Не, вообще, конечно, я хочу себе такую здоровую, но... Не, рано или поздно я себе обязательно куплю яд. Большую такую такси. Ну, так, конечно, стремись. Да. Вон, смотри, какой большой корабль стоит. Да, вообще-то бомба. Вон вообще бомба стоит. Ага. Слушай, а у Миши поменьше, да, Миши такая? Мы катали же. Миша такая, которая можно перевести на тачке. Эти уже такие, что надо парковать здесь. То есть ему, в принципе... В принципе, ну, слушай, но на тачке тоже прикольно. Он ее зацепил и... Да, но такие уже размеры на тачке здесь, ваше видишь, какая она здоровая. Ну, да. Ну, та вот, посмотри, какая большая. Да, та. Да, вообще бомба. Вот, видите, как люди ищут тенек, прячутся. Смотри, у нас какая-то здоровая. Там Петербург. Да, трехэтажная. А, вот та? Большая? Да, смотри, да. Да, так это может стоять. Мостик капитанский, смотри. Да. И там нижний, и еще третий этаж, наверное, трехэтажный. Да, да, конечно, конечно. Ну, подъем, видишь, снизу, наверх подъем. Ну, пошли прогуляемся в ту сторону, там вот по всему побережью. Они стоят, да? Да, вот это все. Ребят, ну, мы не знаем. Я получил визу туристическую. Приехал как турист. И как турист, еду в Украину обратно. Сейчас гуляю. Что за говно там плавает, покажи. Там, смотри, там, получается, справа очень много. И вот здесь. Слушай, какой запах от этих, от водорослей. Какой, как этот, йод. Да? А я вообще ничего не чувствую. А я чувствую. Вообще, слушай, такая йодированная насыщенность. Я говорю, в Скадовске. Вот такая, от водорослей запах такой в Скадовске. Там, где лечебницы. Вообще запаха никакого не чувствую. Тут этих яхт, конечно, тысячи. Там вот, тут ряд, тут ряд. Да я вижу, что тысячи здесь их. А вон выход уже в открытый. Да, да. Да, в Мексиканский залив, в открытый. Ты видишь, он прогревается ж как? Он же ж мелкий. Мексиканский я в январе, феврале купаюсь в мексиканском без проблем. То есть я захожу прямо на пляж, загораю и купаюсь. В январе, феврале? Конечно, да. Ну, слушай, в Майами мы тоже тогда в январе. В Атлантик, Атлантик можно купаться, но не так комфортно. Ты просто, что там пишут? Красота. Запах. Ой, пишет. Гадости пишет. Гадости? Да. Ну, кто-то хороший, кто-то гадость. Слушай, а какая вода? Ну, она теплее, чем в Майами, когда мы заходили в Бакаратоне, когда, ну, как молоко, так вода. Ну, здесь теплее гораздо. Здесь, давай так. Ну, там же этот Майамское течение, аж это, или как оно там? Все равно, Атлантика будет холоднее, чем Мексиканский залив. И Мексиканский он спокойнее, и для пляжников он гораздо комфортнее, чем Атлантика, по-любому. В плане волны всего? Конечно, да. Ну, здесь видишь, вот ровненько все. Да, ну, это залив. Там поедем, мы сейчас поедем в Клеоботер, там пляж. Сейчас по времени посмотрим, если мы успеваем, то я покажу тебе пляж. Нам сегодня друг должен приехать, потому мы будем стараться успеть до вечера попасть домой. Одноклассник мой. Да. Одноклассник живет возле Майами, там где-то проек. Да, в классном месте. Это где вода горячая. Аж горячая. Зимой, в январе месяце мы зашли, а там горячая вода. Он, кстати, с нами ездил в Майами тогда, когда была трансляция в Майами. Когда мы искали Дашу, оставь его. Ишь уж это, ребята, нет? Да. Слушай, дельфинарий здесь есть. А стоять надо, нет? Или можно? Вообще-то да, оно тут, в принципе. Там дельфины? Да, может быть, что-то есть. Так, что там пишут, то я не читаю. Пишут только хорошее. Только хорошее. Да. Говорят, что какой-то молодец. Все нормально, да? Что у тебя все получится. Я потом прочитаю комментарии, чтобы ты сдох, да? Что ты обязательно купишь себе большую яхту. Да. Что ты молодец, что ты умница. Так держать пишут. Ну, знаешь, одни доброжелатели. Одни доброжелатели. В России его клюет. На креветки. Да, но тут, кстати, вода прозрачная. Смотри, какой плавает. Да не один, два. Да, да, целый здоровый. Да, смотри, два. Вау. Слушай, а сколько этих? А сколько малька гуляет? Да, малька тут очень много. Раз, два больших. А что это за рыба? А, не знаю, да, смотри. Ну, если это сом, то сом сама... Ну, тут больше рыбы, чем там на океане? Ну, все зависит от места. Посмотреть. Идем. Слушай, ну вообще класс. А тут такая, чтобы рыба ходила рядом. Только, наверное, в Чернобыле. Ну, да, типа, знаешь, она ходит и до сих пор никто не съел, да? Да. Странно. Такая рыба. Слушай, смотри, сколько этих крабов. Ты посмотри, сколько крабов. Вон, крабы. Поползают, да? Вон, да. Вон один краб, вон второй маленький сидит. Вон ползает. Угу. А мидий сколько? Если бы ты этих видел, как их... Слушай, мидий сколько? Лобстеров. Я, короче, ездил на Ки-Вест. Примерно вот такой заливчик. Пятнадцать лобстеров. Бери руками. Просто бери и над стоворот. На Ки-Вест тут ехать, конечно, ну... И надо ехать, но там очень круто. На Ки-Вест бомба. А с этой стороны можно на Ки-Вест? Ну, с любой стороны можно, просто чуть дальше. А просто это мы с другой стороны Майами. Ну, мы просто можем объехать, как Флориду по кругу и заехать на Ки-Вест. Тут для путешественника мест и маршрутов столько, что будешь годами ездить и все не увидишь. Я сам еще здесь сколько? Четвертый год живу, но все не видел. Далеко все не видел. Ну, ты покатался? Я покатался очень много, но опять-таки есть еще куда кататься. В горах, которые... Ки-Вест это не остров, это как, ну, как Флорида Ки-С, да? Это там десятки мелких островов, которые связаны фактически одним мостом, соединяются. А Ки-Вест это уже как бы крайняя точка, да? Как бы западная точка, последняя этот островок, который замыкает эти Флориды Ки-С. Смотри, сколько маленьких малёчков. А еще она разрушается, но не восстанавливает. Ну, не знаю. Идем. С покупки яхта съехали на рыбалку. На, читай, что там люди пишут. Комментируй. Просто хватит толерантничать. Баньте ботов. Нормальное любимое. Я вижу, здоровое. О, парами, парами. Смотри, они парой плывут. Говорят, что это, хватит толерантничать, баньте ботов. Да. Смотри, внизу полосатая рыба. Смотри, какая здоровая полосатая рыба. Ага. Видишь? Да, 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 вон внизу, да. Вот это очень, кстати, вкусная рыба. Очень вкусная рыба. Да. Слушай, вот удочку. Слушай, здесь рыба можно ловить. И здесь приходишь и прямо ловишь. Да. И здесь есть дома, здесь же живёшь. Да, живёшь. И пляж здесь, вон дальше. Да. Это полосатая очень крутая рыба. Она классная. Ну, слушай, прикольно. Слушай, дейсмис, что такое появляется? Батарея здесь, или что ли? Это, типа, батарейку, да. Держи, старайся вот так вот держать. Только не урони в этот. Стараюсь. Не урони. Ну, нормально, да, вот так держи. Держи. Просто пальцы в камеру не закрывать. Можешь и видеть, что камера вот здесь. Ого. Что это? Полицейский перевод. Разворот, полицейский. А, посмотри, их две. Посмотри, их две. Три. Да, да. Три полосатых. Посмотри, сколько их там. Афроамериканец. Офигеть. Рыбы, конечно, просто невероятно. Две полосатых. Смотри, вон здоровая полосатая. Еще была такая полосатая. Еще мы побежали. Посмотри, сколько их там. Вот такая она где-то. Вот такая рыбеха. Вот так вот никто не ловит. Приезжайте. Это помнишь, как брат этот, брат. Столько раков здесь, никто их не ловит, да? Да, да, да. Это Чикаго. Так, уже транслянция. 175 человек. Мы в виду оттягиваем. Так какая разница? Запись будет. Что люди подключаются, новые отключаются, новые подходят. Мы же снимаем, просто как бы нашу хронику ведем. Ну, идем, идем к ресторанам. Да, в Америке везде красиво. В Сан-Франциско тоже. Идем, покажем им обычную кафешку. Ну, да. Так, да, чтобы не по траве идти. Вон по тропинке. Можно, но и не будем. Пошли вон по тропинке, чтобы красиво идти. Смотри, какие эти дубы здоровые. Посмотри, какое дерево. Думаю, что могло, да? Ну, что-то здоровое выросло. Я думаю, что дубы. Говорят, США полногих покажите. Ну, вот я что, буду подходить, знаете, к человеку говорить. А ты гей? Это же неприлично. Нет такого, чтобы вот мы там видели, что только геев. Да нет. Я бы не сказал, что здесь больше, чем в Украине. Вот я сколько в Украине видел геев, а столько вижу геев и в Америке. Вот одинаково. Одинаковое количество. Полиция на Бобике. Видите-ка, на каком этом. На каком Бобике. Я знаю, может, сейчас бить его начнут. Да, мы сейчас подснимем репостаж. Оденут на него наручники. Заберут у него этот... Вилкой защищал. Вилкой, да. Вилкой. Это капец. Или палкой, чем он там. А как они против него такие? Это жесть была. Палками лупили его. Зачем? Ну что, сходи за этим замороженным. Ага. Сюда заходить? Ну, любой. Сейчас смотрим. Это очень классно. Я очень люблю Питер, потому что здесь очень чисто. Вот первое, это очень чисто, да. Во-вторых, очень спокойно, тихо, мирно. То есть, здесь, вот как в Майами, это шум, гам, куча туристов. Очень много там кубинцев, мексиканцев, испанцев. То есть, ну, все, как бы, с Латинской Америки едут в Майами, да. Здесь такого нет. И здесь, как бы, в основном белое население. Преимущественно. Здесь очень тихо, очень спокойно, очень комфортно. Здесь тут просто отдыхаешь. Можно просто гулять, наслаждаться жизнью. Посидел в кафе, там, пошел к водичке, пошел на пляж, там. Вечером здесь, конечно, более оживленно. Здесь, как бы, и музыка играет, да, там, и люди. И днем, конечно же, потише. Люди, в основном, работают. Вечером сюда приходят отдыхать. На выходных здесь для молодежи, там чуть дальше, есть дискотеки. Очень много студентов, очень много здесь студентов. Приходят, тут тусят. Тут реально такие бары всякие. Там живая музыка, поют, танцуют. Я тоже сюда ходил, гулял. И причем здесь разделено. Здесь настолько смешно, что, допустим, есть такой клаптик там в центре, где тусят молодежь, да, студенты, там, ну, 20-25 лет, там, до 30 лет, да. Вот у них своя музыка. А рядом такое же заведение, но там люди, там, 40, 50, 60 лет. Даже бабушки, да, там, 60-70 лет, там, играют музыку. Они тусуются, танцуют, там, пьют коктейли. То есть, вот есть, как бы для каждого, каждый находит себе бар развлечения, да, по душе. Да, то есть, бабушка, допустим, он на пенсии, там, и 70 лет, она может пойти сюда тусить, на дискотеке, пить коктейли, танцевать. Здесь это принято. И здесь так оно работает. И каждый человек, каком бы возрасте бы он ни был, он находит свое какое-то мероприятие, кафе, ресторан, бар, свою компанию, тусит. Нет абсолютно такого, что вот люди там в возрасте, они сидят уже по домам, они никуда не выходят. Нет, здесь люди до самой смерти, там, до 90 лет ходят на дискотеки. То есть, это абсолютно нормально. Ой, я уже... Ребят, ну, смотрите, я вот живу в Соединенных Штатах Америки уже четвертый год. Я сюда приехал 9 марта 2015 года. Я за все свое время не получил ни одной копейки какой-то велфера, да, какой-то там помощи социальной. То есть, я все свое, все время, да, как бы обеспечиваю себя сам и зарабатываю деньги абсолютно сам. Более того, я плачу налоги. Я плачу налоги, причем количество уплаченных мною налогов, ну, за как бы за прошлый год, часто, ну, в принципе, будет гораздо больше, чем средняя Украина зарабатывает за год своей обычной зарплатой. То есть, еще раз, я плачу налогов в денежном эквиваленте, да, это, если перевести на гривны, больше, чем украинцы зарабатывают за год на обычной работе. Это без того, что не платят налоги. Потому никакой помощи речи тебе не может. Это я, наоборот, плачу в американский бюджет деньги, причем не маленькие. Но это не потому, что я плачу много, да, и надо платить много. Нет, потому что я прилично зарабатываю. Вот и все. То есть, ты много зарабатываешь, ты, соответственно, больше платишь. Вот, просто понятно, что заработок мой гораздо-гораздо выше, чем я плачу налоги. И никаких нет абсолютно проблем. Все, что надо для жизни, я все имею. Вот нет ничего такого, вот, чтобы вы назвали, чего бы я не имел. Все у меня есть. Все, что мне нужно для моей жизни, у меня есть. Теперь стоит только вопрос не в том, чтобы приобрести что-то необходимое. Приобрести, есть вопрос только лучше и больше. Да, то есть, лучше и больше. Допустим, у меня, допустим, вот машина, там, 2014 года, да, Hyundai. Вопрос стоит в том, что не то, чтобы мне ездить вообще на машине 2014 года Hyundai, а вопрос в том, что я могу, допустим, себе позволить пойти сейчас в салон и купить абсолютно любую машину новую в салоне. Без проблем. Вопрос в том, надо ли мне это или нет. Возможно, не надо, потому что, возможно, деньги лучше вложить в какое-то дело, в бизнес, да, и заработать еще больше денег. Можно купить машину, а можно не покупать, а вложить деньги. Да, вопрос не стоит, можешь ты или не можешь. Вопрос в том, хочешь ты этого или нет. Понимаете? То есть, и так во всем. Есть телефон, допустим, да, там, iPhone. Ты можешь пользоваться, допустим, там, старым iPhone, а можешь купить себе 10. Я могу себе позволить купить 10 и не один. Вопрос только в том, нужен ли он мне или нет. Люди в Украине всегда говорят о том, могу себе я позволить или не могу, да, то есть, не могу позволить себе, я не покупаю. Здесь, в Америке, ты можешь позволить себе купить практически все, что тебе надо. Да, только один вопрос, а надо тебе ли это, да, то есть, надо тебе ли это покупать. Вот в этом вопрос стоит. По тому, какой-то, ну, необходимости, да, вот, какого-то там, того, ты живешь, и тебе чего-то там не хватает, такого здесь нет. Все, что для жизни нужно, все есть, абсолютно все. Вопрос стоит в том, чтобы купить больше или лучше. Смотрите, ну, давайте посмотрим так. Вот вы говорите, в Украине малая зарплата, она все дешево. Купите, пожалуйста, себе 10 iPhone, который стоит, да, сколько там, тысячу или полторы тысячи долларов. У вас дешевый iPhone? Вы можете позволить себе покупать iPhone? Я могу проработать три дня и купить себе iPhone за наличку. То есть, три дня моей работы – это 10 iPhone. Ребята, три дня моей работы – это новый 10 iPhone в моем кармане. Понимаете, в чем суть? Три дня работы. Но мне он не нужен, понимаете, потому я его не покупаю. Лучше вложу деньги, да, там, в бизнес, в дело. И еще больше заработаю денег, больше проверну. Понимаете, а люди, получается, в Украине как? Работают год, два, три, собирают по копейке, потом покупают себе этот 10 iPhone в кредит, потом еще выплачивают его 5 лет. Но это же смешно, ребята, это просто смешно. Дальше. Вы можете позволить себе зайти в салон и купить себе новый автомобиль в Украине? Вот новый, хороший автомобиль. Можете себе Toyota Camry купить в салоне? Я могу сейчас зайти в салон Toyota Camry и купить его даже не в кредит. Вот могу сейчас зайти в любой салон и купить себе новую Toyota Camry за кэш. Понимаете, в чем суть? За кэш, за наличку. Вы можете на свою украинскую зарплату зайти сейчас в салон Toyota и купить себе новую Toyota Camry. Вы обычный человек, украинец, не олигарх, не какой-то бизнесмен. Вы обычный рабочий, который заходит в салон Toyota и покупает за нал себе новую Toyota Camry. Можете себе это взять? О каком дешевле вы говорите? Так же самое, вы можете себе купить ноутбук, новый компьютер, вы можете покупать себе брендовую одежду. О каком дешевле вы говорите? Продукты, цена на продукты в Украине и Америке примерно одинаковая. Но с учетом зарплат я могу покупать продукты в любых количествах, сколько я хочу, и обжираться и просто невероятно, что хочу, покупаю. Дальше. Одежда. Брендовая одежда в Америке стоит дешевле, чем в Украине. Вот подтверди, что брендовая одежда в Америке стоит дешевле, чем в Украине. Подтверждаю. И еще есть система скидок постоянных, то есть даже сегодня обувь, ты сдавал сегодня обувь, ты когда ее покупал была одна цена, а сегодня она уже на 20 долларов дороже. Да, потом будет 3-10, то есть она постоянно цены, понимаете, тут такая система, что скидки здесь, ну ты заходишь, допустим, в магазин, сегодня скидка 70%, и она реально 70%, завтра ее не будет, а через неделю она будет 50%, потом 20%, потом 5-90%, здесь можно походить по магазинам и купить, допустим, вещь, которая стоит 100 долларов, можно купить за 20 долларов, это абсолютно реально, абсолютно реально. А говорят, в Украине зарплаты маленькие, но жизнь дешевая, а вещи дешевле, так я спрашиваю, у вас что, машины дешевле? Телефоны дешевле? Вещи у вас дешевле? Что у вас дешевле? Что конкретно у вас дешевле? Это неправда, в Украине они дешевле, друзья. В Украине цены дороже, и цена примерно в 2 раза дороже на ту же обувь, и здесь есть система скидок, это как бы, и здесь, здесь как бы, ну своя система вообще продаж, то есть ты в магазин заходишь, Ну я, допустим, когда малышам рубашки покупал, да, в школу, то было совершенно, ну все очень дешево, это были рубашки с галстуком, да, которые у нас стоили там от 10 долларов, ну вот от этой фирмы, да, то здесь я их купил по 5 долларов, эти рубашки, то есть в 2 раза дешевле. Ну, то есть вот такая вот разница была, при том эти рубашки были вместе с галстуком, а у нас в Украине зашел в этот брендовый магазин, там рубашки продавались отдельно, а галстуки отдельно, то есть они еще зарабатывали и на галстуках. Они, наверное, брали просто, покупали с галстуками, деребанили и давали царапинку. Да, то есть продавали галстуки отдельно, рубашки отдельно. Притом рубашка стоила там 10-12 долларов, в зависимости от размера. А галстук еще отдельно там стоил 10 долларов. То есть фактически они зарабатывали там 25 долларов, да? Ну да. Ну то есть так, смешно. Пишут, житло расскажи, про медицину, про интернет, про мобильный звязок. Все оплачиваем, все есть. Житло, медицина, мобильный звязок. На все выстачаем. Ребята, у меня все есть. И жилье, и медицина, и мобильный звязок, и налоги. Все оплачу. Приезжайте, покажу вам выписки по счету в банке. Покажу вам декларации. Приезжайте в гости, сядьте со мной за стол, прийдите ко мне домой, сядем вместе за столом, покажу. Вы почитаете, потому что в интернете все это публиковать не будут, это конфиденциальная информация. А вот вам лично, просто на руки. Я вот зайду под паролем, зайду, покажу свой счет в банке. Покажу вам последнюю декларацию, да? То есть все покажу. Что проблема? Просто Ростислав не боится, а просто он переживает за ваше здоровье, чтобы у вас инфаркта не хватило. Почему, чтобы сердце схватывало? Да, чтобы вы увидели эти суммы, которые он выплачивает в виде налогов в Соединенных Штатах. Я просто людям объясняю, что я выплачиваю налогов больше, чем люди зарабатывают в Украине в год на свои зарплаты. Ну, примерно столько, сколько Кусюк платит со всех своих компаний. Ростислав платит один столько налогов. Да, еще и получает субвенции государственные. Хлопсина запрошивает, ибо все проедут. Нет, ну мы же в гости в плане, ну, в том, чтобы посмотреть, быть туристом, и посмотреть. Ну, смотрите, мы говорим о том, чтобы такую жизнь надо строить в Украине, за это надо бороться, чтобы мы в Украине так жили, чтобы к нам приходили инвестиции, чтобы... чтобы действительно не на бумаге, да, не для показухи ловили коррупционеров, чтобы боролись реально с коррупцией, а не имитировали эту борьбу. Рома, ежа раньше в Штатах была дешево, зараз с ней. Я вам скажу, что цена на еду сейчас в США примерно такая же, как в Украине. Примерно одинаковая. Ну, а качество, ну, чтобы вы понимали, лакшери. То есть, качество лакшери еды. Цены примерно сравнялись. Ты кушал борщ, мы тебе сделали борщ с американских продуктов. Ты плевался? Нет, абсолютно. Очень вкусно. Кстати, борщ я здесь ем с американских продуктов. Мне готовили борщ с американских... Полностью, на 100% американских. Да. Значит, мне, короче, специально приготовили борщ для того, чтобы меня не шокировала американская еда, чтобы было медленное привыкание к Америке. Да, медленный... Да, временный переход к Америке и к американской жизни, поэтому... Да, меня постепенно как бы приучали спокойно. Вот. Знаете, так бывает. Сразу начал есть нормальную еду и всё. И ушёл в астрал. Привет, Мариуполь. Да, вот гуляем городом Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Флорида. Показываем вам другую жизнь. Чуть-чуть, я сейчас движу, потому что это просто как бы... Это уже рука болит. Да, ну, она с нами движение. Отвечай, просто в другую руку бери. Когда стоят, ты просто пеняй руку. Ага. Окей. Окей. Буду менять руку. Так будет легче так. Карман, карман. Чего ты карман не делаешь? Да, я же не хочу, чтобы она вытянулась. Ну что, я предлагаю сейчас в машину и поехать на пляж. Я еду в Украину. Да, поехали на пляж. Где машина наша стоит? Идём на дорогу. Ну пошли. Не будем нарушать. А, идём. Идём. Можем идти, да? Да, идём сейчас. Идём туда. Нет, еду в Украину. Да, так что ел. Здесь борщ, рыбу жареную. Кстати, ты рыбу покупал или ловил? Нет. Это покупная рыба? 10 баксов, вот у рыбёх вот такая была. 10 баксов, вот эта здоровенная рыба? Это здоровенная. Слушай, вообще бимба. Бимба. Это его называлось скинфиш. Она, значит, что... Там килограмм 10 в этой рыбёхе. Ну здоровая была. Ну вот, ребята, по 20... По 25 гривен, да? Килограмм рыбы. В Украине вы купите по 25 гривен килограмм рыбы? Не мороженой. Да. Нет. Нет, я еду в Украину. Я еду с Атлантики вот отсюда. Ну я понял, да. Не с Китая. Не подмороженная, не проколотая там, непонятно чем. Ну да, за каких-то... Для веса. Ребят, ну цены на жи... Ну это как бы познавательное какое-то такое, знаете, общее туристическое... Туристическая трансляция. Просто мы являем в живом. Ты первый раз здесь. Ты здесь первый. Да, я первый раз в этом городе. Ну, говорить вам цены на жи, на житло там, ещё что-то. Ты же не риэлтор? Да, посмотрите специализированные сайты. Риэлтор.com, есть сайт. Да, риэлтор.com. Посмотрите сайт, посмотрите цены. Есть ролики, которые... Куча риэлторы профессиональные. Да, рассказывают, сколько стоит. Да, что сколько стоит. Там всё можете посмотреть, почитать, разобраться. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что так можно жить в Украине. Так можно устроить жизнь в Украине. Если правильно к этому подойти, вы понимаете, они, когда приезжают сюда, они живут этой жизнью. Амелян жену отправил... Штаты рожать. Рожать в США, потому что он хочет, чтобы его ребёнок имел паспорт США, гражданина США. Наши все чинуши, министры покупают себе номера. Я уверен, что здесь у кого-то, украинского чиновника есть ката. Да, апартаменты покупают в комплексе Порше в Майами. За 4-5 миллионов долларов. Да, за 4-5 миллионов долларов. Вы понимаете, они за ваш счёт жируют. Они живут за ваши деньги. Они становятся, попадают в Форбс, благодаря тому, что вам платят нищенские пенсии, нищенские зарплаты. Из-за того, что они грабят недра нашей страны. Из-за того, что они ничего не заработали. Они ничего не приложили для того, чтобы процветало наше государство. Чтобы люди получали достойные пенсии, достойные зарплаты. Чтобы были достойные пособия. И именно тем, кто нуждается в этом. Вы понимаете? Я вам говорю ещё раз. Если в Украине будут надлежащие условия для бизнеса, для предпринимательства, то Украина, начав с ноля даже, разобравшись с этими, ну, не, 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 даже не, как вам объяснить, даже не преследуя этих ублюдков, которые украли уже деньги, она уже стартанёт и пойдёт в топ государств мира. Вот о чём мы говорим. Да, конечно, тянет. Я люблю Родину свою, это правда. Меня тянет на Родину. Я поеду на Родину, буду на Родине. Ну что, как тебе был центр Питера? Классный вообще. Бомба? Да. Хочешь туда ещё раз приехать? Конечно. Ты считаешь, это вообще очень красиво? Очень красиво. И ты знаешь, очень удобный для жизни. У тебя, я посмотрел, он очень похож на итальянский городок такой. Он больше европейский. Да, ну, лучше, чем Майами. Майами он больше такой. Те люди, которые побывают нормально по местам, говорят, что Майами это отстой. Майами это вообще бомжарный. То есть есть гораздо круче места, более, знаешь, такие, как Кемовские. Ну, вот, в Санкт-Петербуре очень классный. Нет. В Сарасоте, я думаю, что там больше такое, как деревня, да? То же самое, в Дон-Таун такой. Тоже так? Да. В Сарасоте? Да, да, да. В Дон-Таун. Там тоже, и там только миллиону баксов, миллиону долларов. Да? Прикольно. Плитка такая, знаешь, как... Посмотри, покажи, какая. Вообще, бог. Не знаю, видно, не видно людям. Видишь, пальмы только свежепоставленные. Видишь, как пальмы... Видите, как пальмы перевозят и ставят, устанавливают их, чтобы они приросли. Видите? Офигеть. Ребят, это здание только-только построено. Много года его здесь не было назад. Я вот реально говорю, что здесь не было. Тут была стройка. Очень сильно развивается здесь все, и бизнес, вот сюда, и корпорация. И все понимают, что здесь очень комфортная жизнь. Слорида, вот эта эрия, это очень классная. Почему я не пишу? Тут пишут о диаспоре украинской нашей, что-то уже старенькие. Тут на кафешке все. Видишь, у нас здесь гудят по-черному. Ну, в Сарасоке так же? И гудят тоже так же. Там тоже, наверное, наибольшой поселок, да? Это белое. Там тоже, как и наибережной. Но там портаж нет. Там более провинциально, но курорт там не кружится. Кружи курорт, и там люди тусят, и все очень красиво. Пляжи там, ну, сейчас пойдем на пляж. Там более провинция, да, в Сарасоке? Ну, я имею в виду, что там, это промышленная, там, это многое заводы. Ну, это сам по-другому, потому что там, там, это часть. Сарасоке уже более курорт. Тут больше наших компаний разных. Там больше, там уже не так много разных компаний. Ну, это, в принципе, вот, зарплата человека, который только приехал, да, он начал усваиваться. Ну, нормально. Две, две, пятьсот – это нормально. То есть потом зарабатывать больше. Это вот первое время там вот такая зарплата. Слушай, а почему вот некоторые возвращаются в Абрамово? А я не знаю, что они возвращаются в Абрамово. Нет, ну, вот некоторые, вот, я не понимаю. Ну, это, когда и в Енинице, это, и в Шриоте. Ну, они возвращаются потом, больше всего, по медики у них. Понимаешь, в Америке, как сказать, ну, нужно двигаться, вот, нужно, например, 10 лет больше, чтобы лежать, читать бузы, да? Как в Украине что-то привыкли. Типа, пусть мне там Порошенко прийдет, блядь, и зарплату платит, а я буду, типа, лежать и не буду, я думаю, да. Вот такие люди здесь не воживаются. Здесь надо двигаться, здесь надо на что-то думать, надо купиться, вертеться, работать. Вот. Только физически, головой. В Украине люди как привыкли, да? Проголосую за депутата, депутат зробит зарплату, и все. Хай, вову, там буду, я как-то, да. Ну, это, и все, и все. Ваши, не скучно тебе, без продажных, не общая, не общая, не общая. Скажи, а почему ты вот сейчас не занимаешься, не снимаешь взятки полицейских, где-то, как, гаишников? Наверное, в ссаде не зубы. И же разогнали. Я здесь почему-то. Наверное, потому что здесь такого нет. Ответ. Да, стой. То есть, твой ответ, потому что этого здесь нет. Да. Так. Даже шумит, что-то. Да, шумит, друзья, потому что окна подкрывали. А мы тут на седях купили. Что-то... Световый уровень. За распробом цена принялась, а световый уровень... Поднялся. Поднялся. Слушай, вот посмотри, а как ты быстро адаптировался в плане, начал спокойно ездить по США, не боялся, ничего? Как ты быстро адаптировался? Ну я просто до этого вообще приезжал, я уже когда приехал сюда постоянно. А у тебя машина была? Ты сразу машина купил сюда? Я зарентовал на машину. А рент брал? А сколько тебе рент обходился? Несколько тебе брал? На месяц и сколько? Ну это месяц, ну в среднем долларов 15-20 денег. 450 долларов? 500 долларов. 500 долларов за жилье ты платил и 500 долларов в рент. Не, ну я же приезжал в гости, класс, у меня тут 2-3 месяца. Ну первое, когда я приезжал, на 2-3 месяца. 13-15. Да-да. Я же там жил. Ну да. Ездишь как бы спокойно, да? Спокойно. Агрессия. Ноль. Водители очень такие спокойные, размеренные. Местность лучше, я тебе скажу лучше, вот даже допустим агрессия Нью-Йорка. В Нью-Йорке там все сигналы, шум, гампы. А ты помнишь эти фартуки, которые говорят тут, ребята, вы аккуратнее с машинами, тут такие ездаки. Видишь, когда мы по Нью-Йорку ночью идем? Я говорю, ребят, вы по-русски говорите? Да. Говорит, тут такие ездаки все. Видите, вон фартуки. Помнишь этого? Помнишь этого человека? Помнишь этого человека? Помнишь этого человека? За Виталина спрашивает, не общаетесь? Общаемся, но мы же работаем. Мы же не работаем. Так, нас уже время поджимает, нам буквально одним глазом и домой. Ну все, тогда. Потому что нам сейчас 3 часа будет, а нам еще 2 часа пеляй. Да, мы ждем сегодня товарища моего в школе. Я шашлычки замариновал. Да, шашлычки. Они варенички. Они нас соблазняют варениками. Слушайте, тут такая черника классная. Если вареники с черникой делать, то вообще обалдеть. Такая черника. Вот такие фрукты, друзья. Я даже название их не знаю. Фрукты подгались. Да, мне сливу подгались. Сейчас тебе дают. Сливку тебе? Да. Кстати, а что это? Сколько мы катаемся, а мы не взяли. Даже не знаю. Да, я забыл вообще. Покажи сливу. Нет, надо перекамеру просто видеть. Вот такие. Да? Переклинять. Копок нет. Американская слива. Американская слива. Вот, видите, купили. ГМО. Очень вкусная. Очень вкусная ГМО. Рустик ездит на ферму время от времени. И там пумеечку собирает. А люди, короче, начали говорить, что я там работаю, собираю. Я показываю, что я здесь всегда собираю. Да, поехал, забрал. Слушай, быстро так портится персик. Ну, когда уже съедать. Комушал. Сохном просто реально. Угу. Ну, реально. Отширы просто. 152 человека держатся в интере. Угу. Так интересно же, что происходит. Угу. 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 Зак Round 1. Угу. Угу. Понял. Ша massиру brushed контреп. Угу. Пугаして. Угу. Ша mass Melbourne. Без лошадstellen. Вып nailsading. Угу. Ура. Мы не питались. К com��今天的. Угу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Санкт-Петербург сейчас едем на пляж Добавил DimaTorzok 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 и унесло в океан. Это видел, как затопило? Да, затопило, но вся вода уходит, а то уже предусмотрено. Понятно, но затопило же нормально. Да, но оно все сразу за день ушло. То есть там же эти канализации сразу в океан бурят и все. На мост мы заезжаем. Пишет постоянно, чем займаться художником. Мы ж не знаем, мы ж не этот. Посмотри, какой тут живут. Комьюнити? Да. Классно. Классно, я вижу, вижу, вижу. Вообще был... Смотри какой! Сейчас взлетаем, смотри. Посмотри справа. Посмотри слева, справа. Ребята, смотрите, смотрите. Смотрите, куда мы взлетаем. Мы взлетаем. Посмотри направо. В небо. Посмотри, посмотрите. Вот этот Мексиканский залив. Вот. Вот, смотрите, ребята. Вот, смотрите, Мексиканский залив. Вон пошел Мексиканский залив. Смотрите дома, ребята. Слушай, комьюнити с видом на Мексиканский залив. Вау. Комьюнити с видом на Мексиканский залив. Прямо с балкона выходишь. И сразу у тебя эта бирюзовая водичка. Ты видел как-то свой пляж у них? Да. Вау. Вот это да. Вау. Аааа. Это круто. Это реально круто. Я когда увидел, я думаю, да не, ну там какая-то. Не может быть. А там сразу вода. Посмотри, этот розовый отель. Дон Сезар. Дон Сезар. Покажи Дон Сезара. Посмотрите, отель. Дон Сезар. Извините, что он называется. Ха-ха-ха-ха. Ну вот здесь я хотела номер снять, это за прикол, держи. Вот так вот, пожалуйста. Ми не знаем чим тут займатися художником, но мы не художники. А ладно я не знаю. Я был в Италии, там знакомая художника, она рисовала там, в Италии очень красиво, на Пенино вообще обалдеть, там тоже очень красиво, но здесь, здесь просто, ну сейчас я посмотрю, там уже где-то, парковаться нельзя, мой мозг просто на пляже тебе там, ты просто пробежишь, я запаркую, ты посмотришь, парковку нет, ну ты посмотришь. Ну смайлз, видишь? Ага, смайлз, 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 смайлз. Да, смайлз, смайлз, смайлз. Тогда что, нет проблем, он побежал, все, туда побежать, это ж милый, да? Да, это, это, сейчас посмотрю, бери, бери камеру, я надеюсь, что вообще проходит весь, нет, ну вот, есть. А, есть, 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 все, бери камеру, и тогда бежать, и приди вперед, и потом ты едешь со своих мест, и все, да? А ты потом пошел, да, я потом подержу. А я беру без зарядки, да, просто берите, лимон, первая твоя мексиканская залива, ты еще не раз здесь не берешь. Круто, да? Ребята, я бегу на мексиканский, к мексиканскому заливу, я первый раз, я еще никогда здесь не был, вау, это круто, Это реально круто, здесь кокосики какие-то валяются, смотрите, кактусы какие-то растут тут, вау, настоящие кактусы растут, вот, смотрите, вау, да ты что, ух, как хорошо, запах какой, вау, блин, да, ну ты что, О, какая красота, друзья, мы тут, 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 что, плохо, погано, чудно, вау, а вот смотрите, какие дома здесь, вилы, вот, кростик, хе-хе-хе, Слушай, ну оно мелкое, но классное Оно лучше, чем там Там глубокое, здесь мелкое Вау, ребята Ребята Вау, вот это да Вот это пляж Вау Если бы вы только знали Как тут красиво, как тут хорошо Как тут тепло Как тут beautiful Вау Лучше, чем сходом Ух, тут уматывало, ребята Как тут классно Как тут хорошо А запах такой вообще Все Ребята Я не знаю, как вам передать это Ребята, как вам передать Настолько теплая вода Молоко Просто молоко Слушайте, молоко Реально Вода, молоко Круто? Да Вот это классно Смотри, твой пляж Все пляж Давай, хорошо Все, я иду сейчас уже Все, едем Слушай, оно Оно очень соленое Такое чувствуется Вообще Обалдеть Пахлавы нет Пахлаву не продают Вот есть Есть все-таки Негатив здесь Нет пахлавы Нет пахлавы Варены креветов Бат и кет Ребята Это круто Это реально круто Это круто Это просто бомба Очень круто здесь Очень круто Очень круто Да, бескоштовно Друзья Бескоштовно Доступ к пляжу Бесплатный Передайте Одесским чинушам Доступ к пляжу Бесплатный Плавают Они уже наплавались Вот далеко плавают Вон плавают В воде Да, тут классно Очень классно Очень теплая вода Главное, что здесь Мелко Здесь не глубоко Потому что Вот реально Мы были в Майами Да, там На том побережье Ну там С той стороны На океане Там Конечно Там глубоко А здесь вот Отмели Смотрите, как хорошо Здесь для детей Вообще рай Это реальный курорт Я просто Я просто Влюбился Я влюбился Место Очень нравится Очень нравится Очень нравится Да Это даже не помпочка Это бомбища Это бомбища Вы посмотрите А вон А вон уже глубина Начинает Смотрите Где же Эта фишечка Стоит Там глубина Далеко Далеко Если вы посмотрите Там фишечка Там глубина И здесь Обычно На этих глубинах На мелких Здесь нормально Как юрмале Дать локацию Гугли Не могу Я не знаю Честно говоря Как это сделать Но я думаю Ростика Можно Это Это Санкт-Петербург Бич Пляж Санкт-Петербурга Города Такого В В В В В В Так Ну что Пойду в машине Вот я И увидел Этот город Мы хотели Еще заехать В Еще хотели В Сарасоту Да Потому что Аленка Сафонова Говорила Что там Самый красивый Пляж Флорида Это Флорида Вот И Да Мы хотели Заехать Посмотреть У Аленки Сафоновый Пляж Правда ли То что Там Самый красивый Пляж Она рассказывает Мы не доехали Сегодня у нас Не получилось Я думаю В следующий раз Мы обязательно Туда доедем Да Туда доедем Туда доедем И мы Покажем Вам Действительно Вот И здесь уже Красиво Я не знаю Что там В Сарасоке Хочется Как бы верить Что там Вообще Еще Красивее Но Это мне Очень нравится Очень нравится Друзья Вот посмотрите Да Вот здесь Вот здесь Вот здесь Жизнь Да Вот здесь Красота Вот Ах Пойду я Пойду Потихоньку Ракушку хоть Какую-то Да На память Мексиканской Толицы Какой-то Хороший Вот Выбрался Ракушку Монаху Монаху Стырявенька Ой Какая хорошая Стырявенька Класс Все Взял Ракушку Стырочка Вот смотрите Какая Ракушка Нет Сарасоте Мы не доедем Вот смотрите Какая Ракушка Вот я Нашел Ракушку Взял На память Себе Мексиканском Заливе Вот Ну Приеду Расскажу Подробности Уже В Киеве Да Монетку Скинуть Хорошо Так Все Ищу Свои тапки А вот Обычно Американские Пенсионеры Загорают Видите Как Куриный Бог Видите Знаете А вот Американские Пенсионеры Обычно Загорают Так Ну что Поедем Обратно 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 Туда Ближе Ой Ребята Как Хорошо Да Трошки Ветер Вы знаете Ну Ветрено Здесь Очень Хорошо Не так Жарко Ну Не так Не так Как в Майами В Майами Очень Влажно Очень Влажно А здесь Здесь Другой Воздух Здесь Вот Для Астматиков Очень Хорошо Здесь Хорошо Вот Более Такое Знаете Я не знаю Может Для Астматиков Нехорошо Сухой Воздух Для меня Вообще Подходит Воздух Мне так Хорошо Здесь И легко Дышать Цветочки Какие Растут А тут Дельфины Да Тут Дельфины Действительно Здесь Дельфинарий Кстати Мы С Ростиком Ехали Кстати Дельфинарий Здесь Видели Вот Сейчас Я вам Кактусы Покажу Которые Здесь Растут Очень Прикольно Какие Настоящие О Ванчик На связи Ваня Мы Были На пляже На пляже Санкт-Петербург Бич Сняли Репортаж Да Чисто Посмотрите Я же говорю Цветочки Какие Растут Я уверен Что это Вообще Такие Очень Редкие Цветочки Какие-то Пальмочки Здесь Вот Смотрите Видите Пальмочки Кактусы Он Реально Заросли Кактусов Да Черепахи Он Я не знаю Я Наверное Не покажу Но здесь Ползают Черепахи Здесь Реально Ползают Черепахи Вот Смотрите Кактусы Растут Видите Потому что У нас В горшках Растет Здесь Растет Это Берлоди Вот Смотрите Кактусы Да Все Все Бегу 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 Слушай Это Это Божественно Ты знаешь Если Есть рай На земле То это Он Это Красиво Я могу Я хочу Ноги Подержи Я могу Если Мы потом Почистим Да Нормально Все Все Так Время Мы там Уже Почистаем Потом Выпусим Да Не могу Потому что Оно Мокрое Я Воду Зашел Все Все Ну что Оболгенно Я вообще Третья Первая Это что Чудо Вообще Сказка Что люди Пишут Люди Пишут Что Какой ты Молодец Что Меня Сюда Свозил Пишут Думали А ладно Наш Днепр Лучше Пляжи Лучше Написали Что Тут Хорошо Конечно Наш Днепр Лучше Киевское Каневское море Пляжи Да Убили Киевские Загрязнили Там Одни бутылки Стекло Да Шорное Опасно Ходить Нереально Здесь Ты видел Хоть одно Стекло Нет Конечно Хочет Черепахи Я уже туда не стал Я не знаю Кто там еще живет Черепахи Слышишь Да Миша Вы до этого До Сарасотой Доедете Я еще Нет 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 Говорят Похоже на Азово Рабарская стрелка Ребята Здесь тепло Круглый год Сколько здесь В зимой 22 25-30 Вода Тепло Ну Да как что Можно купаться То есть Купательная Ну ты В январе В январе И с огора И купаешь В январе В январе В феврале В январе В январе В феврале И когда выезжаешь Тоже платишь? Да Ну это одно место Там все бесплатно Это одно место Это одна трасса Экспресс Там куча заездов С бабу Потому что они дольше ехали Ну есть другие Конечно Миллионки Ну вот смотри Яхта Дом Дом Печал Типа наша дача Да Соловские сады Ага А Мосса Где? Да Не пошел Да Лина Васильевна Спрашивает Скидки вам Рокки Мне вот Будет 42 года Мне 32 А Росико 32 Типа Ну, пишет Иосиф Клейн, пишет, «Таня, 20 лет назад, когда я начинала жить в Штатах, у меня половина выходила на петроградский знакомых в Украине. Теперь мне до конкурса». Так, я хочу. Привет, я хочу. Спасибо очень. Спасибо. Ну, конечно, это было отлично. Чего? Я вам вообще-то так накуну. Хочу долго. Платеческа не ведешь? Да, да, красота. 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 Очень красиво. Очень, очень. И здесь, что интересно, здесь меньше вот этих зарослей, вот этого всего. Вот, что вот, допустим, вот там со стороны Майами. Я, честно говоря, в эти леса, я побаиваюсь заходить, потому что там и крокодильчиков мы видели, и все, что там и змея. А ты змея, змею, да, находилась сюда? Ну, то есть. Вон она, как бы, переживешь Снегонанду. Да, я же, да, я говорю, вообще нет. Нет, нет, нет. Уникальная страна. Уникальная. Ну, что ни говори мне. Вот как в нее можно не влюбиться? Вот как можно не полюбить эту страну? Вот так. Вот так можно не полюбиться и не в Соединенные Штаты. Будут говорить, что там Оцкальский запроданец. А, в этом целе. Де це быдло? Типа, мы. Типа, де це быдло, да? Ты сиди там в этом Конотопе, де це быдло. Ой. В лесах, я помню, змею тебе. Ну да, я же говорю. Да. А здесь, здесь, здесь совершенно все по-другому. А здесь, я не могу понять, здесь суша, и мы просто почистили, расчистили все. Такая простая. Ну, во-первых, кто-то, я говорю, а второе, что здесь видишь все такое. Ты видишь все, везде комьюнити, 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 дома, комьюнити. Очень, очень большая плотность. Стойка. Но не так, что на голове. Разномерно распределено, чтобы не нависать, и в то же время компактно все распределить. Это же, как жить круто. Посмотри, да? Как, как, как? А, да. Как? Я тебе скажу, здесь очень цивильнее, чем Майами. Майами более, более жестче. Угу. Это дешевле, соответственно. Ты можешь здесь за те же деньги, да, купить. А что в Майами, если ты можешь поговорить, что? Спрашивает, при каких обстоятельствах, где? Где? Я готова. Ага. Приятно. А как планируешь вернуться в Украину и при каких обстоятельствах? Ты планируешь возвращаться в Украину и при каких обстоятельствах тебе больше? Кто, кто возьмется на себя ответственность, гарантировать полную неприкосновенность, безопасность на сто процентов? Никто. Да. Потому что в Украине даже, ты попадаешь в страну, да, там какой-нибудь дебил, ну, ну, к примеру, да, там Аватов, да, даже не у власти. Говорит, все, он меня достал, идите с ним разберитесь, платят взятку там, да, дебил. Меня решают, все, и сюда. Здесь в Америке этого нет. Сколько, сколько ты назвал, какую сумму? Что именно? Что тебя решают в вопросах? Нет, я говорю, что это дают не просто деньги, да, и в Украине. Человека заказать это как-то и купить. И не полиция, и никто ничего там не поможет это все в басне. Я даже... У меня нет смысла вообще обращаться в полицию ни по каким вопросам. Это чисто так, для галочки. В плане эффективности полиция ноль. Полиция не раскрывает ничего абсолютно. А в Украине, да? Я... В Украине, ну, это просто смешно. Уже люди потихоньку отваливаются? В 104, ну отвалилось немножко, да. Уже 3 часа, уже 10 часа вечера, уже не могут увидеть. Так 4 часа, я думаю, что... Сидеть и видеть. Ну, 3 часа мы ведем, да? Да, 3 часа уже что-то. Ну, да. Я говорю, что надо обслуживать Украину. Да, Люси Винук и про Украину каже, что украинская полиция не будет расследовать слочин. И... Ну, наветь, если... Ну, заказ, заказ, заказное покушение. Вот меня заказали в 2012 году. Дело было на контроле у министра внутренних дел. Да. На контроле у министра внутренних дел. Расследовали? Нет. Нет. Мало того, человек, который должен был это сделать, это глава департамента уголовного розыска МВД Украины Василий Паскал, после Майдана был назначен кем? Заместителем министра внутренних дел Александра Абахова. А в последующем лоббировался Юрий Амбуценко для того, чтобы расследовал дело по Шереме. Помнишь? Да. То есть это их друг. Друг, который не смог раскрыть покушение на меня. Резонансное, о котором говорили все средства массовой информации. Это не то же, знаете, какой-то там резонанс был. И где раскрытие? Нет его? А назовите хоть одно резонансное, хоть одно резонансное преступление в Украине, которое было бы раскрыто. Ни одного. Да, я не исключаю, что раскрывают там бомжа, кого-то там забрал пачку сигарет, это раскрывают. Ни одно резонансное преступление в Украине не раскрыто. Ни одно. О какой безопасности можете ты речь? Я сумасшедший. Хватит уже, да? В Украине я пережил два покушения. Два покушения. Кого в Украине два раза похищали? Вот можете назвать человеком? Вы таких в своей жизни вряд ли встретите. А вот меня два раза похищали в Украине. Два раза. С пешком на голове. Да. И два раза я уже прощался в жизнь. Ну, я думаю, для одного человека за одну жизнь этого достаточно. Я имею право пожить хотя бы немного от какой-то безопасности. Я думаю, я заслужу. А как Паскал мог расследовать, если это гордовские делали монеты? Молосам из ГАИ. Да, так это же они заказали. Департамент ГАИ или УГАИ Киева. Я точно не знаю, но кто-то их не точно. Скорее всего где-то то ли от Куринового, а то ли от Ресникового идет. Да, если группа гордовская приезжала. А Куриной был в Гордовке. Да, это все донбасская яма. Это просто смех. Они знают, кто это все сделал. Я сразу сказал ментам, менты. Вы, ну, сведокам обычным, которые типа начались. Я говорю, успокойтесь, вы ничекого не найдете. Можете расслабиться. Как бы вы там ни пытались, это все смех. Вы что пойдете к генералам допрашивать? К Куриноу пойдете или к Паскалу пойдете допрашивать? Да. Это просто бред. Успокойтесь, все. Возьмите бутылку водки, идите домой. У нас же просто обсуждать нечего. Это так и говорил в прямом тексте. Садим. Садим. Урару. Садим. 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 Тома. Садим. Заехать. Куда? На заправку. Можно будет закончиться. Попробуем где-то ехать, я не замечу. В Жироге пишут. Пишут, да, так и не пишут. А чему запитывали ВІК? Пишут и вünü, которое путешествует. Пишут. 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 Пишут Как вам Кива в роли будущего Украины? Под кокаином будущее выглянуть под кокаином Ну а чё тебе не нравится что-то делать? Да нет, не поднял. Прямо. Как он фенбарил? Как он офицер вообще? А ты на фенбарил? Прямо вообще как бывал. Я ещё и пробовал него ещё? Да я не знаю, только садили его. Потом сказал, что я покинул. А почему в Америке бензин не делится на 95-е и 92-е и 76-е? Очень помиляется. Очень другая система измерения. Помиляется бензин. Да. Ой, друзья. Вы знаете, здесь прекрасно, просто прекрасно. У меня настроение так поднялось. Какой заряд бодрости и настроения. Помните, как это там? Мы бодры, веселые. Говорит бодры? Надо говорить бодрее. А веселые? А я не понял, о чём тебе. Веселее. Я говорю, как хорошо. Какая у вас настроение? Садили назад. Ну вот и захотел посмотреть, что такое. Это кусочек только. Там ещё часы кататься. Это маленький кусочек. Мы бодры, веселые. А да, тёплые. Ты знаешь, да. Где-то 22-24. 22-25 точно. Я не помню ничего. Ну да, я бы скупнул сюда даже. Ну как бы сейдевый. Не кипяток. Там-то огонь горячее. Конечно засыпано. Серёжа там было горячее. Там ветер очень сильно. 2 метра меньше. И тут не так холодно. Вот сейчас. О, Евровидение уже идёт. Вроде пошли Евровидение смотреть. Ну да, 82 человека уже отвалился. Ну да. Ну да. Ну да. ijiеч götいく örenmerого紅. Это музад 목оз Dion. Это музаданевский. Ониперiker. Ониismo там. Это музадан. Ониик землетривет. Ницapore. Уoul palabra succeeding не Access. Ура антично. Ураikat поновано. Продолжение следует... 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 Слышно вот этот треск соли. Ну, мне так, по крайней мере, показалось, я не знаю, как, для кого. Я тебе скажу, что здесь ты будешь жить, да, и ты не будешь болеть. То есть ты и по вдоль по здоровью здесь очень хорошо, потому что соль, она же соленая. Да, а дышать, дыхательную систему, все это кровью, все промывают, прочищают. Мне, допустим, здесь приятнее, потому что здесь нет большой влажности, а в Майами там влажные. Там очень влажно, там ты ходишь, ну, влага там, влага, там даже вот ты приезжаешь, влага, даже вот ночью мы ходили. А здесь нет, здесь сухо, 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 мне почему-то здесь больше нравится, я не знаю, почему. Ну, очень интересно, даже чуть-чуть подзагорел. Витя, где бы ты ни жил, ты болеть не будешь. Спасибо большое, спасибо за поддержку. Здесь просто люди, которые, ну, проблемы с дороги, да, вот здесь приезжаешь, как в санаторий, да, ты дышишь, ты просто вылечиваешь из-за того, что ты дышишь, и все. Да, влага там у всех в голове. О, в Тампе иногда снег бывает. Привет. А, говорят, что в Тампе иногда снег было. Я не видел. Может, с них этого, наверное, кокаиновые спускаются. Да, не шут. Тут же, этот, спускали с, как его, с валютным китайским, с этим кокаиновым. Ну, когда же перевозили там с Мексики, куда же, разбрасывали где-то кому-то. Правда? Ужас. Да. Там, отлично, что вы? Да. В Майами. Да я знаю, что не маяя санатория, в Мэле я просто скажу, что тут, тут просто как этот местность. Мессервис такая, как санаторий. Ты же, ты же, ты же скажешь, сколько здесь заповедников. Вот, как тут карта открывают, что там заповедник, сколько заповедников. Да, ой, заповедников. Там один заповедник на заповеднике. Ой, ребят, как тут, гад, но я тут, прием, но я тут, дом. В этот крокодилов живет. Заповедников? Вообще во Флориде, миллионы. Флорида – это самая большая концентрация крокодилов. Я видел енота убитого, еще какое-то животное тоже убитое, спитое на дороге енота, енота было жалко. Это броненосцы есть такие, может с броненосцем перепутал и енот броненосец? Не-не, енот. Давайте в маркет за яйцами, говорят, что подорожали. Конечно, американцы посмотрели, по-разному. Американцы посмотрели, думают, ну нафиг, посмотрели на Украине. Да, посмотрели трансляции, созвонили с Косюком, он, короче, организовал подорожание. Ну, влиятельный, я же говорил всегда, что Косюк влиятельный, чувак. Привет, Киев, привет. Ну, понимаешь, я яичный принц. Вот, слушай, 87, опять к вам пошел, в штатах на голову, что эти колы еще есть дороже, да? В штатах нет, смотрите, вот в Украине как привыкли. Вот, допустим, был хлеб по 3 рубля, да? Ну, потом стал по 4, потом стал по 5, потом по 6. И никогда не будет такого, что хлеб, допустим, стоит 6, а потом бах, стоит 2 рубля, правильно? Ну, такого никогда не будет. Нет. В штатах как происходит? В штатах хлеб, ну, хлеб, в принципе, он примерно всегда стоит одинаково. Ну, допустим, яблоко, да, там стоит 2 доллара, потом 3 доллара, потом 4, потом доллар, потом 2 доллара, потом 4, потом доллар. То есть, ну, образно говорю, цены регулируются не административным каким-то образом, а рынком. То есть, появился избыток, да? Или появился, допустим, там переизбыток, или появился дефицит. И цена будет регулироваться, она может меняться в течение недели несколько раз. И выше, и ниже. Нет такого, что цена вот одна, и она будет все время держаться такая. Здесь цены постоянно в динамике, на все. Ну, понятно, что там они не возрастают до космоса, но в каком-то своем обычном режиме, да, вот они постоянно прыгают. Но они никогда не возрастают навечно. То есть, если цена увеличилась на доллар, она потом может на 2 опуститься через неделю. Ну, то есть, так это работает. Я здесь. Но в среднем, вот если взять, допустим, среднюю цену за год, да, допустим, вот все цены сложить, то я скажу, что я здесь живу четвертый год, а какого-то подорожания я не заметил. То есть, как стоило все 4 года тому назад, стоит так примерно все одинаково и сейчас. То есть, я бы не сказал бы, вот назови какой-то продукт, который стал дороже. Я не назову. Молоко, яйца, мясо, курица, там, хлеб. Все как стоило, так и стоит, как 4 года назад, так и стоит сейчас. То есть, вообще никаких изменений я не наблюдаю. То есть, есть какие-то колебания в рамках, да, там. Но эти колебания всегда, они, ну, в одинаковых этих планках, они всегда, ну, не выходятся за рамки и не снутся на вечер. Вот, потому... Бурлака спрашивает, разрешено ли многоженство. Он просто расписался недавно. Кстати, очень красивая девушка, я тебя поздравляю. Сань, мне очень понравилось, очень красиво. Я видел на фотографии, я тебя, как бы, публично поздравляю с тем, что ты расписался. Вот, ну, не знаю, как бы, ты уже, что, решил еще одну жену завести себе? Слушай, ты только же расписался. Да. Так, там нужно правый ряд, она же у нас пропустил. Сюда вставить. Ага. Ну, и... Пускают? Да. Да. Так мы уже объехали тампу или нет еще? Да нет, мы сейчас в Тампере. Еще в Тампере находимся. А это куда трасса ушла? Это идет... Кстати, налево это прямо, а мы уходим направо. То есть это вдоль туда идет полуострова. Флориды, да. Кстати, бюджет Флориды... Бюджет ВВП. Бюджет Флориды, Австралии. Да, значит. Австралия и целого континента. Представляете? Ну, это вроде... Четвертое... По богатству Америки. Четвертый штат Америки. Калифорния на грани банкротства сейчас? Ну, не всегда там на грани чего-то. На грани диагноза своего. А чего так? А что я объяснял? Да, я помню. Да, Судный, потому что... Время как бы... Прикрепиться. У тебя уже к 11-му часу. Час ночи, да. Нет, к 11-му. Четыре часа плюс семь. Одиннадцать часов часов ночи. Что, люди еще там подключались? Да. В 86 было, сейчас 72. А... Ну что, будем прощаться, наверное, с людьми. Будем уже терроризировать уже 11 часов. Ну, 72 человека, она смотрит, а, 22.52, да, ну, давай, давай. Хорошо, а если нет вопрос, еще ответим, если нет, то будем уже... Друзья, если есть у вас вопросы, мы готовы на них ответить, если нет вопросов, то... Будем завершать трансляцию, может, четыре часа, и почти... Да, мы четыре часа держим вас, так сказать, в напряжении, и в трансляции мы принимали активное участие, большое вам спасибо. Скорость у нас хорошая сейчас. Я улетаю, уже вот на днях я улетаю, улетаю с Соединенных Штатов, я еще раз говорю, все, кто пишут, что я вот так вырешив заложить пять мужчин, все, все не хочу, уж я повертаюсь до себе, до дома, я не могу жить без своей страны, то я повертаюсь до дома. Не завжди повертаюсь до дома, повертаюсь до дома. Дякую, спасибо вам великим, дякую. Щиро дякую. Цена перелета, там надо смотреть, там разные абсолютно есть рейсы. Ну класс, сколько, 670 долларов. По-разному, по-разному, по-разному. Да, спасибо вам, спасибо, что были с нами. Спасибо, что поддерживали, комментировали и... А Ростику известны результаты ответов на письма в администрацию и все остальное. Так я ж только отправил. Да, он только отправил, поэтому... Если меня надо ждать. Скажи, пожалуйста, а этот... А ты почту проверял? Проверил, кстати? Нет. Нет? Вот, такие вот дела. Ну что, спасибо тогда, да? Ты прощайся. Да, всем всем спасибо. Будем делать трансляции. Всем пока, увидимся, до новых встреч. Да, пока. Как ты видишь? Не видишь, да?